так все запись началась и у нас третья встреча сегодня нашего клуба клуба анонимных бесконечников и мы читали третью норму с большой прекрасной сновкой и ну разумеется начинаем с того какие у кого впечатление от нормы и вообще от всей этой части книги может быть целом как развивалось чтение какие у вас впечатления поделитесь я поделюсь мне не понравилось не понравилась эта норма или не понравилось ничего ты уже в отчаянии ничего до этого я очень позитивно высказывалась Может быть, ты помнишь. Нет, это норма. Мне решительно не понравилась эта норма. Она была какая-то очень, ну, для меня, понятное дело, что это все очень субъективно, очень затянутая. То есть мы понимаем, что бесконечная шутка, она, конечно, бесконечная, но вот по сути в норме ничего не произошло. То есть, ну, да, окей, мы познакомились с новыми героями, и меня уже опять начинает напрягать их количество. Вот. И вот они стоят и разговаривают, и разговаривают, и разговаривают, и разговаривают, и разговаривают, и я думаю, когда же вы уже что-нибудь сделаете, я не знаю. Ну, в общем, как бы понятно, что это наверняка не просто так, в дальнейшем это все будет как-то развито, но сам кусок казался мне вот бесконечным, как бы это не звучало забавно. Вот. Ну, ты дочитала, да? Что? Дочитала, да? Я дочитала норму, и по диагонали, я тебе честно скажу, прочитала сноску буквально вот сейчас перед со звоном, потому что ты очень настаивал. А поскольку я пытаюсь игнорировать эти сноски, это же, она же еще книга огромная, и пока ты туда-сюда ее перекидываешь, хоть у меня есть в виде докладочки, но это просто невозможно. Вот. В общем, такое у меня впечатление. Может, у кого-то хорошее, ну, лучше, чем у меня. Так, кто-то еще? Я так поняла. У меня появился звук. Всем здрасте. Здравствуйте. В этой книге нет людей, каких-то, или там у танка, или кто там, они все какие-то, или без ног, или Паркинсон, или что-то с ними не так. В общем, у меня вот какое-то такое ощущение было, что все какие-то или поврежденные, или психически нездоровые люди, или крови. У меня здоровых есть не обследованные, не обследованные, Лера, ты знаешь. Ну, да, согласна. Ну, мне было интересно, конечно, вот вообще, что там у них какие-то, вот эти вот, боже мой, колясочники, это просто что-то невероятное. По-моему, какая-то банды колясочников, это полное безумие. А в принципе, я отчетливо вижу, что произведение явно писал наркоман с его безумными историями. Ну, то есть, вот как мозг куда-то его заводил в какие-то странные места, я прям вижу, что у него такая бурная фантазия была на этот счет. Ну, мне, вот я бы не сказал, что там понравилось или не понравилось, ну, ровно идет. То есть, я не вижу разницы особой с прошлыми нормами. Просто все чудесатие, чудесатие все это выглядит. так, кто-то еще? Я выскажусь, с вашего позволения. У меня получилось смешно, потому что я в электронной читалке, значит, ткнул пальцем сильно дальше и некоторое время читал сильно далеко за пределами нормы, в каком-то другом месте. Поэтому потом я вернулся к норме, прочитал ее, значит, не осилил сноску, потому что в электронной читалке перейти от сноске к сноске как-то это у меня получается из рук вон плохо. Значит, и прочитанная норма оставила у меня достаточно ровное впечатление. Я ничем не удивлен и ничем не восхищен особенно. Мне кажется, что там появляется вот некое зерно кристаллизации сюжета вокруг вот этой и вот вокруг картриджа, который погубил 22 персонажа, значит, там, соответственно, этого вот Аташе, жену, полицейских и всех прочих. Вот то, что обсуждают вот это вот Марат и Степли. Ужасная парочка это, значит, обсуждают на горе. Значит, вот и кто из них Фауст, а кто Мефистофель, значит, вот очень интересно было бы посмотреть. Значит, но фактически мне кажется, что вот эта вот вся норма для меня свелась к осознанию того, что дальше сюжет будет крутиться вокруг вот этого вот особенного картриджа. Так, кто-то еще? Ну, мне какие-то моменты в диалогах показались интересными, но когда раздевалки, конечно, эти тенесисты там общаются, это было очень затянуто. А про 22 человека у меня тоже вопрос. Понятно, что Аташе, видимо, помер от восторга, когда посмотрел фильм. А что с этими 20 людьми произошло, непонятно. то ли они померли, то ли сошли с ума. Я этот момент не уловила. А кто-то еще? Мне еще, кажется, там вот сепаратизм как-то будет развиваться. И я так понимаю, что пока этого нет в сюжете, но так как спойлеры я вам там активно накидывала, что произошло вообще с Америкой и Канадой. Возможно, тоже будет как-то это описываться. Ну, не даром же они, то есть, там, кривые косы. Я подозреваю, что там что-то было с ядерным взрывом или токсические какие-то отходы. То есть, я думаю, к этому тоже должно прийти объяснение, как у них мир устроен и что случилось. Про теннис пока странное ощущение такое. Не все понятно. Конечно, он не сильно описывает подробно. Но с другой стороны, одновременно и многое, что вот они про какие-то стратегии, кто куда там в шоу попадет, где какое место, чьё, юниоры. То есть, вроде бы, как информации много, но все равно ясности не добавляю. Пока что по теннису. Ну, может, теннисисты там, я так поняла, что у нас было довольно много основных теннисистов. Может быть, они понимают, что там вот эти все нюансы рейтинга таких. Ну, кстати, там же еще и хомяки какие-то бегают в буйные джунгли. Там сразу была дети какие-то переростки ползают. То есть, там явно какие-то мутации произошли непонятные. У всех какие-то аномалии из природы и с животными. Да, ну, это уже не спойлер. То есть, как раз в этой главе и в сноске там, а нет, ну, сноске больше только проколясочников, но там в главе про Марата и Степли, вот где хомяки, дальше там есть указание на то, что да, почему там эти хомяки бегают и что там действительно была искусственно созданная экологическая катастрофа вот вследствие их этого кольцевого синтеза и так далее. То есть, да, уже точно понимаем, что там экологические проблемы, то есть, это уже не спойлер. Так, кто еще в целом по норме выскажется? Артем, как тебе? До куда ты дочитал и какие ощущения? Я прочитал примерно половину до 114 страницы, соответственно, 30 еще осталось в этом. Дощание как всегда смешное, ничего не понятно. и я думаю, что да, товарищ Уоллес мимо экспериментировал с наркотиками очень сильно. Я не представляю, что обычный человек у него настолько сильно развито воображение, что он может вот такой текст написать, написать на трезвую голову. Ну, это понятно, что он наркоман. Ну, ничего похожего. Я и близко, конечно, не читал. И я надеюсь, что это какие-то все-таки разные миры, что там есть более адекватные наши мир человеческий. У тебя все в принципе нормально будет, который в этих главах появился, где уже очевидно какая-то катастрофа и аномалия с людьми. Я надеюсь, что это два разных мира, но, видимо, как бы нет. Наверное, сейчас ты его раскроешь на секрет. Ну, да, это все-таки один мир, просто в нем есть зоны, где более все цивилизовано и они как бы защищены, там вот линии как раз-таки, я забыла, как они там назывались, линии разграничения, какие-то вот, ну, за которые они пропускались, вот за ними там эти дикие дети, дикие хомяки, суперджунгли там на месте штата Мэн и так далее. И есть какие-то зоны, ну, то есть территория США, она более цивилизована и они даже следуя своей политике, которая, как господин там, экспириализм, это, я так понимаю, выдуманный воля сам термин в том плане, что я лично вот по углублению его не нашла вне вот большой шутки, ой, бесконечной шутки. Ну, это получается противоположный империализм с точки зрения того, вот я скидывала это в чат, что при империализме государства стремятся поработить и присоединить к себе больше территорий, а в данном случае, как я понимаю, вот произошел этот научный прорыв кольцового синтеза, который позволил там энергетически по-другому обеспечивать страну, но это обернулось параллельно и экологической катастрофой, и Соединенным Штатам Америки было просто выгодно спихнуть вот эти опасные территории, там, зараженные, возможно, и там со всякими мутантами, мутациями, Канаде, то есть там объединенные три государства, США, Мексика и Канада, то есть это странно, есть какой-то внутренний договор, ну, то есть они там зачем-то объединены, понятное дело, может быть, мы узнаем, что они противостоят кому-то еще в мире, каким-то другим странам, тоже объединенным или нет, пока этого не было, но они объединены, но они объединены на, я так понимаю, не очень равных правах, что все-таки вот им удалось, например, ответственность перекинуть на Канаду, то есть отдав в некотором роде принудительно ей плохие территории, но чтобы это была уже проблема и Канады, а не проблема и США, то есть там примерно вот такое происходит. Так, кто-нибудь еще скажет по норме, кому было там легко, тяжело, интересно, неинтересно? Мне понравилось на самом деле линия с старшими мальчиками из ЭТА, вот мне понравилось, как их раскрывают через открытые уроки с младшими, мне кажется, я надеюсь, что дальше их характер как-то будет проявляться в эту сторону и за этим можно будет последить. Ну да, там линия теннисной академии, она точно будет, ну, то есть и мальчиков этих будет много, в этой номере их даже было чересчур много, я вот, если честно, в какой-то момент пыталась их как-то там последить, кто с кем жил и что вообще происходило, а потом я на это дело плюнула, я думаю, что когда-нибудь уже единично выплывать какими-то конкретными действиями, уже там отметим, сейчас я просто как бы приняла их как некую массу и вот общую структуру того, что происходит, но там конкретно за мальчиками следила, но, да, характеры потихонечку, я думаю, должны раскрываться. Яна, по-моему, писала, что было сложно читать, расскажешь там немножко об этом. Привет. Не то, чтобы сложно, но почему-то эта норма какая-то тягомотная выдалась, но я пока еще не прорвалась, я вот зависла на сноске 304-й, пока в ней грибу. Ну, получается, как раз за сноске это где-то, наверное, примерно половина. Да, я могу поддержать не тоже по сравнению с предыдущими двумя, все-таки я какую-то почувствовала разницу, ну, может быть, это как такая некая накопленная усталость, ну, если это можно так назвать, от действительно некой зацикленности, деталированности, избыточности текста, то есть, но я как-то для себя поняла, и я не то, чтобы могу над чем-то таком настаивать, но у меня есть ощущение, что это абсолютно точно не какие-то проблемы писательского мастерства Уоллеса, потому что он как раз-таки был и преподавателем писательского мастерства, он точно в этом плане мог написать его гораздо кратче, то есть, не повторять одни и те же мысли, как, например, в этой норме очень часто раз по 10 примерно похожими конструкциями, незначительно отличающимися, но вот у меня есть ощущение, что это избыточность, чтобы с одной стороны продемонстрировать некий как бы фоновый шум в принципе нашей жизни, информационный как минимум, что мы действительно с чем-то сталкиваемся или употребляем какую-то информацию новостную или прочую или общаемся с людьми, они говорят одно и то же и в общем что все достаточно часто повторяемо и это тоже в некотором роде может утомлять и он как-то это ощущение мне кажется пытался перенести в книгу поэтому я вижу в этом какую-то функциональную значимость но она действительно может как-то тормозить чтение я тоже заметила что мне в какие-то моменты не хотелось читать а хотелось прокрастинировать как можно больше и дольше кто-то еще если бы была вообще картинка то мы смогли бы понять для чего это сделано пока мы не знаем что это такое ну да прокрастинировать прямо очень хотелось именно на этой части а что означает это красивое слово прокрастинация это такое состояние когда вместо того чтобы делать то что вам по идее необходимо вы стремитесь сделать все что угодно другое ну то есть вам условно говоря нужно сделать отчет и вы знаете что его нужно сделать и по-хорошему вам нужно полчаса на него потратить и все и вы будете свободны на свои какие-то удовольствия но вы стремитесь не знаю там что-то посмотреть почитать встретиться с друзьями отвлечься на что угодно иногда совершенно бессмысленная дурацкая лишь бы не делать это и оттянуть до последнего момента иногда может быть и вообще каким-то образом там профилонить полностью ну то есть вот примление заменить необходимость на что-то приятное спасибо откладывая делала потом ну да так ну получается именно по общему впечатлению высказались да ну тогда мы потихонечку начинаем идти по главам и у нас начинается просмотр кассеты и был вопрос от Светы касательно того умер кто-то или не умер ну у нас там получается описывается как когда со своего теннисного там мальча вернулась жена Аташе она увидела что с ним что-то не то и там чем-то в общем пыталась ему помочь но случайно увидела телевизор на котором этот картридж играл ну вернее как-то телепьютер и тоже в общем на него засмотрелась потом мы понимаем по логике что их хватились потому что они не пришли там на работу или там друзья хватились и так далее пришли уже там слуги потом там пришли полицейские в общем и все они так или иначе там бросали взгляд на этот телепьютер и их моментально увлекало и в тех частях которые сейчас пока вношены были непосредственно про Аташе там было указано что они живые но соответственно просто совершенно в каком-то таком полуидиотическом состоянии смотрят это но причем с видом довольства блаженства то есть без какой-либо тревоги но по времени разговора уже Марата со Степли там они говорят что да уже там 23 человека умерло поэтому это такой видимо процесс ну то есть наверное по времени как-то разнесено на достаточный срок чтобы эти люди успели умереть от видимо истощения потому что не могли оторваться от просмотра этого какого-то интересного или чем-то увлекающего их картриджа и это очень напоминает вот такой известный эксперимент с крысами когда нашли там нейрофизиологи или как они там называются участки которые предположительно отвечали за удовольствие и начали у крыс их стимулировать электродами причем это делалось так что если крыса нажимает лапкой педальку ей вот этот вот ток поступает в центр удовольствия и она получает этот кайф и в общем эти крысы они умирали как раз от того что они жали на педальку вместо того чтобы хотя бы поесть поспать попить то есть это был нескончаемый процесс ну и это реальные эксперименты проведенные еще до того как Уоллес писал эту книгу ну то есть это как известный феномен что если прям вот можно получать такой какой-то супер кайф то достаточно часто люди могут отказаться даже от ну не люди в данном случае крысы в общем существа которые могут получать такой сильный кайт могут отказаться даже от своих каких-то базовых потребностей необходимых для выживания и вот видимо Уоллес в данном случае также демонстрирует как бы аналогию с таким экспериментом и иллюстрирует таким образом эти данные поэтому да они умирают от удовольствия и возможно даже ну не ощущают никаких мучений по этому поводу до последнего так и дальше мы знакомимся с значит старшим тренером Герхардом Штитом и узнаем о его такой интересной дружбе с Марио Инканденцией братом Хэлла и не знаю какие-то вот просто никто в предисловии не говорил в своих ощущениях показалось ли вам тут что-то интересным в этой главе там что-то вас там привлекло зацепило стало интересным ну мне понравился диалог с Марио и там был момент когда было описание что он инвалид так понимаю и он умеет слушать и пока это в книжке по-моему единственный раз когда у героев случилась более-менее какая-то нормальная коммуникация между собой ну не считая врача и пациентки у которых тоже какой-то был диалог более-менее нормально адекватный кто-то еще что-то вы хотите добавить по Штиту и Марио мне очень понравилось что Штит влюбился в Иву такой милый момент Ива там дерево какое-то было очень красивое он ходил к ней как к девушке и очень красиво о ней отзывался Да это очень мне кажется характеризует человека там это вроде бы как пассаж не сильно к чему-то отнесенным но действительно как бы красивый необычный и достаточно яркий для образа человека примерно как первичность как мы знакомимся с того что у него были какие-то ситуации с хлыстом то есть мы узнаем что этот тренер спортивный таких достаточно жестких методов но при этом все эти его какие-то сомнительные истории с хлыстом были задолго до того как его Джеймсон Конденса пригласил это и на данный момент уже там это на уровне легенд то есть никто в общем-то не может сказать точно ли это было то есть у нас какое-то ощущение ненадежного рассказчика что как будто бы возможно у этого человека потому что он выглядит возможно там немного странно для них это там очень там какой-то седой белесый дедушка около 70 лет он немец получается штит и он наверное для американцев может быть как-то выглядит не визуально довольно странно а в том плане что он рос долго на другой культуре и он там будет пассаж про то что он ощущает Америку чуждой но я думаю что и молодые ребята могут тоже его воспринимать как нечто чуждое и отсюда может рождаться ощущение какой-то такой некой опасности ну плюс при его строгости поэтому возможно эти моменты даже надуманные но мы как бы в данном случае про хлыст не знаем там кстати тоже интересный момент вот через штитто там это проговаривается разница именно вот культурная между американским образом жизни что люди стремятся к личному счастью и мне кажется там тоже стыкуется психология игроков тоже какая-то двойственность что с одной стороны от своего я надо отказаться а с другой стороны каких-то результатов достичь то есть там вот это параллель проводится описывается его жизнь Германии да и он через это описывает разницу что в Германии люди одному делу рады предаться все вместе в Америке больше какой-то индивидуальный подход то есть личное счастье отдельного человека как-то это вот мне тоже показалось через несколько параллелей это дается эта информация мне кажется это очень классное замечание в том плане что я тоже как раз таки прям четко вижу эту параллель и здорово что там вы тоже замечаете можете это проговорить и как бы да там изначально вот этот диалог когда они идут с Марио за мороженым за каким-то новым интересным мороженым это кстати очень интересный момент что они идут там ну вернее едут они на чем-то там за этим мороженым а когда приходят к мороженому вот этот штит берет что-то новое там интересное необычное а Марио он нет он долго думает там переживает а потом выбирает ну как бы излюбленное проверенное шоколадное это тоже ну как-то можем запомнить это характеризует видео Марио каким-то образом что он вот Марио это я я тоже так постоянно выбираю я прям себя узнала потому что я не люблю новый вкус и он уже проверенный зачем экспериментировать я точно знаю что я получу удовольствие от него ну да там прям про это и есть ну я думаю что там я не знаю сколько в процентах таких людей но это как вот как два типа людей одни такие в этом плане как-то психологически пассионарны что вот готовы что-то исследовать и им интересно попробовать а кто-то вот частенько прям вот может выбирать одно и то же даже там для какой-то ну супер абсурдной ситуации то есть всегда например одно и то же блюдо там целом как бы так далее ну то есть интересно да ну и об этом уже можно как бы как-то распространять и на другие вещи то есть уже тоже понимать что-то предполагика поэтому да такие штрихи очень интересные нам периодически какие-то маленькие тонкие но воля сподкидывает и мы как-то будем стараться их запомнить мне кажется это еще интересно дополняется рассуждениями Марио про то что перестраивать себя это все равно что уничтожать себя вот так что это стремление к безопасности даже в выборе привычного мороженого и боязнь возможно потерять себя выбрав другое мне кажется это интересно раскрывается да это крутое замечание мне кстати еще понравилась в диалоге у них встреча с я когда они обсуждают соперник это партнер станции ну метафора такая что через когда ты общаешься с другими людьми ты что-то о себе узнаешь даже в большей степени причем заметь ну там да там они когда говорят про теннис ну вот какие-то ведут такие философские обсуждения у них вот этот вопрос возникает ну как вот эта теория что там другой это не враг там да партнер станции и там в какой-то момент Марио падает и Штит его подхватывает и там точно этими же словами описывается что как будто бы он его подхватил в станции ну то есть в этом плане даже такое некое противопоставление противопоставление борьбе наоборот вот какая-то танец скорее как взаимопомощь то есть ну вот что-то такое тоже вот как бы интересная параллель и вот если внимательно читать то какие-то мелочи они иногда бывают но я думаю что они как-то тщательно специально периодически раскиданы вот именно одинаковыми примерно словами то есть можно прям смотреть и понимать что вот что прям умышленно Уоллес пытался параллелить то есть не там где мы там ассоциативно что-то может быть увидели для себя а где ну скорее тут какая-то именно конкретная была писательская задача тоже интересно так значит да говорилось уже значит что Марио это прекрасный слушатель и я согласна со Светой в том плане что это наверное впервые вот максимальная возможность диалога хотя казалось бы это ну очень разные люди и возраста и культуры и ну жизненного опыта в общем всего чего угодно то есть и наверное можно даже попытаться вот как-то подумать проанализировать пофантазировать что их может объединять вообще вот 70-летнего иностранца учителя и мальчика инвалида 18 лет да я вот хотела сказать там раз один раз точно может быть несколько говорилось что Марио пытался у него спросить то есть у меня сложилось какое-то впечатление что как будто бы он особо и не говорил то есть что он не задавал эти вопросы на самом деле нет это может быть то есть как бы тут вообще встает вопрос о том возможен ли в целом стопроцентный диалог ну то есть действительно что-то он где-то думал внутри себя но мне вот показалось что где-то даже где он думал внутри себя потом например Штитт что-то про это говорил слух то есть он как будто бы в некоторые моменты даже может быть как-то или слышал или предвосхищал или настолько его там понимал что что-то из этой области он все равно говорил слух то есть и таким образом у них даже какой-то был более тонкий диалог где даже там не смог когда не смог Марио что-то сформулировать или что-то такое то все равно у них в этом плане взаимодействие происходило и плюс даже вне конкретного языкового диалога у них какое-то есть взаимопонимание на уровне общего молчания или какого-то общего действия ну то есть по крайней мере у меня вот по ощущениям тоже так что они наиболее близкая пара в плане возможности какого-то диалога даже если там на конкретно данном этапе он у них может быть где-то тоже условно говоря нарушен вот и там значит был еще интересный момент когда говорилось про инвалидность Марио причем вот очень интересный момент там по-моему где-то говорилось в самом начале не помню говорилось ли конкретно про коляску но по крайней мере я так сначала прочитала что он как будто бы чуть ли не колясочник а потом было такое ощущение что они шли ну в общем или как-то вот он там стоял падал ну в общем что-то такое вы как поняли он колясочник он сидит передвигается на коляске или он сильно инвалидизирован но все-таки ходит ну я так поняла что он ходит просто может быть очень плохо ходит и медленно и в коляске просто передвигаться иногда комфортно ну я вот тоже так поняла ну я так понимаю что возражением нам с тобой света нет как бы что мне тоже показалось что он ходит ну плохо только а мне показалось что он на коляске но подтверждений в тексте я сейчас не смогу найти но по ощущениям мне показалось что он на коляске ну тут есть прям в тексте значит что без злоупотребления подгоняя стоящих лентяев стрельбой с палочки с сушеным горохом обычно рядом в коляске восседает 18-летний Марион Конденса это прям вот страница первая где вот этим всем но потом вот я как раз просто сейчас не найду что он ходит но мне показалось что я как бы согласна наверное со Светой что возможно он такой инвалид ну что он технически ходить может но ему сложно поэтому он иногда там если какие-то ну большие расстояния или что-то еще он может в коляске куда-то ездить но наверное ему или полезно или хочется иногда ходить и что вот он ходит да с проблемами медленно но каким-то образом ну там почему-то в общем он ходит и технически он это может ну да там было написано что они каваляли ну вот значит каваляли что они каваляли да и значит когда говорилось про эту инвалидность Марио там Марио говорил что есть плюсы того что ты инвалид потому что люди иногда ну когда общаются с тобой забывают что ты рядом даже когда взаимодействуют с тобой это не показалось каким-то интересным замечанием ну вот интересно по вашим ощущениям из-за чего такое может быть почему мы ну не замечаем инвалида потому что мы не хотим его видеть не хотим какой-то проблемы поэтому мы в какой-то момент как-то психически пытаемся от этого отстраниться ну защититься наверное да что это же очень страшно и с какое-то отрицание уходишь что лучше этого не видеть не знать не слышать так проще я рассматривала это с той точки зрения что он и так инвалид и ему и так мне очень-то повезло и возможно плохо и на фоне этого человека твои проблемы могут казаться не такими значительными там же было про то что люди его не замечают когда взаимодействуют ну то есть плюс быть инвалидом что люди тебя не замечают даже когда с тобой взаимодействуют мне показалось что не замечают в том смысле что ну как бы обнажаются ну может быть такой может быть такая трактовка да тоже я в эту сторону как-то не подумала ну что это как бы его как собеседника ну а почему отбрасывается все наносное обнажаются глубочайшие убеждения вслух разглашаются подневниковому личные откровения прям по тексту ну получается да что и он для в некотором роде одинокого отчужденного штита который я так понимаю любит поговорить потому что он там довольно много рассуждал в этом плане полезный собеседник у Марио который как мы помним на данный момент уже является сиротой и у него ни папа ни дедушки у него там дядя есть но как бы я думаю что он отцовскую фигуру видит скорее вот в штите чем наверно в Тевисе и вот у них такая как бы интересная связь но я вот еще о чем подумала я не успела найти какой-то фильм но там по фильмографии Джеймса Инкенденция это я вам сейчас просто расскажу свои страхи и кошмары есть фильм какой-то про связь взрослого человека и какого-то юноши и там что-то там условно намекающее на педофилию и тут в этой главе ничего такого нет но я боюсь чтобы там ничего в такую сторону не пошло мне как-то показалась такая у них прекрасная светлая дружба я буду очень негодовать на улице если вот педофилия будет здесь какая-то хочется чтобы этого не было так дальше у них идут по тексту как раз начинается рассуждение Штита там например там теория что есть некая сказка что между двумя точками кратчайший маршрут прямая линия это они уже как-то рассуждают о теннисе о жизни ну вот о пути человеческом причем у нас же получается Штит немец и там даже где-то есть ну вот вы говорили про философию американскую и немецкую противопоставление на философию жизни а там же прям конкретно указывается на Канта-Гегельянская там теория то есть прям ну вот рисуется его образ вот этого немецкого тренера что он воспитан на немецкой традиции в том числе и философской и вот ну это тоже как-то интересно посмотреть понаблюдать если вот у нас Георгий вспомнил значит Фауста и Мефистофеля к следующей паре то ну вот как бы различные немецкие философские основания там еще где-то есть что-то про сейчас я вам скажу мы то что проходит между а у Ницше там тоже соответственно есть что там человек это там то ли пропасть между чем-то ну вот что-то там вот про между и вот вообще ну как бы какие-то вот мысли такого рода ну вот какие-то очень абстрактные как вот там идет про эти две точки там две страницы или три рассуждения там связанных примерно с этими точками и как идет что между и так далее довольно интересно и вот это такие куски мне кажется будет потом интересно даже еще и перечитать вот так дальше у нас там идет на девизы всплывают какой был девиз при Джеймсе Инконденсе то есть первом директоре и какой потом стал при Тевисе и получается Инконденсе да они убьют тебя ну вот законность того что еще и сожрут уже спорно такой согласитесь совершенно необычный девиз для теннисной академии что говорит о такой экстравагантности Инконденции и его как это можно назвать сфера рекламы как у нас там называется я забыла в общем он и вне кино тоже у него методы интересные и сомнительные можно сказать потому что у Тевиса более понятный девиз кто знает свои пределы не имеет пределов что тоже как бы утверждение ну как бы более понятное но своего рода довольно спорное то есть тут можно подумать но про пределы у нас будет еще дальше у нас вообще в этих главах ну много чего рифмуется повторяется и поэтому в какие-то моменты вот у меня лично было ощущение что одно и то же по десятому кругу но уже другими героями и так далее а при этом какие-то мысли их там буквально несколько базовых там 5-7 условно говоря так и про Штита у нас рассказывается что он значит был выбран его очень хотел Джеймсон Конденса получить как тренера потому что у них был какой-то схожий взгляд на теннис и Штит подходил к нему скорее как чистый математик нежели там человек как бы техник в этом плане то есть он как-то ну видел и понимал его довольно абстрактно в плане ну наверное томится математик что у него была некая философия тенниса и основанная на каких-то условно-математических видениях а не что он был там физически каким-то прекрасным теннисистом с точки зрения его конкретных умений вот и в этом плане он был интересен на конденсе так там дальше идут рассуждения уже конкретно про теннис что это хаос а не порядок это наверное вот как бы отсылка к такому видению что можно его представить либо так более механически как некую структуру довольно упорядочную что можно там видимо каким-то элементом научиться и может быть как-то это будет как некая такая замкнутая система и можно будет ну как-то по ней пройти так что стать каким-то супер чемпионом потому что это там набор техник но нам дается конкретное понимание я думаю что возможно и самого Уоллеса ну вот про сущность тенниса что он во многом хаос как наверное и в целом наша жизнь как наверное может быть и литература по мнению там Уоллеса ну или по крайней мере возможно эта книга задумана как хаос и нам предстоит это проверить вот и дальше там идет мысль про то что теннис это гибрид бокса и шахмат и тут бы я может быть послушала там Артем я так думаю до этого дочитала у тебя есть какие-то мысли по этому поводу как из бокса и шахмат вытекает теннис слушай ну я если и знаю что-то об этих видах спорта то только о боксе но я не смог сопоставить в чем они похожи я помню это предложение в книге но я моя мысль что я ничего похожего не вижу но если я немного подумаю позже я допишу в чат вот ну видишь просто например я не специалист прям по теннису но пока еще и ну как бы я готова верить что это действительно может ну как бы быть этим гибридом но мне хотелось бы понять ну как бы основание причем если про шахматы я как-то наверное даже больше понимаю я не очень могу вплести сюда наверное бокс в этом плане то есть не знаю у кого-то есть какие-то ощущения слушай ну бокс он сильно модифицирует меняется с каждым поколением десятилетиям то есть ну условно даже от какой-то защитной формы там он перчаток и так далее то есть раньше были и перчаток не было потом какие-то бинты наматывали потом какие-то очень легкие перчатки сейчас настолько все безопасно что там в первую очередь думают о здоровье спортсменов ну и бокс в первую очередь это наверное защита вот ну в плане каком-то тактическом это скорее защита то есть как можно меньше пропустить урона ну может какое-то просчитывание ходов что в боксе что в шахматах ты же где-то там в боксе допустим наверное не знаю взглядом можешь соперника обмануть или там движением каким-то а в шахматах ты тоже просчитываешь так чтобы в ловушку соперник поставить да это наверное есть в боксе но смотри тут же берется как два чего-то разного то есть это гибрид то есть берется что-то от шахмат скорее просчитывать им вот математика вот это все скорее от шахмат а от бокса что-то другое и как раз получается теннис ну то есть а ты ну как бы берешь одинаковое в этих двух оно возможно там есть но я думаю что под бокс что-то еще вкладывается ну единственное что можно вот сейчас я бы немножко подумал и что можно сравнить в чем похожесть это наверное в какой-то динамике очень быстро то есть в теннисе динамика огромная ты постоянно обмениваешься ударами ну удары они прям идут 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 друг за другом и в теннисе и в боксе в этом плане оно и то же то есть скорость динамика быстрота а шахматы это думать медленно там просчитывать ходы а в боксе это извините иногда там бывает такой размен что это вряд ли интересно то есть бокс это быстро там бывает размен ударами то есть быстро быстро иногда прям у спортсмены как бы строят еще грубо говоря вот в шахматах все очень медленно ну то есть тут как некое получается объединение что бокс это чистая физика ну в плане того что ну там естественно нужно думать тоже наверное но опять же не всегда да то есть это может быть уже что-то буквально на рефлексах и ум шахмат ну то есть получается сложная там невероятная физика бокса плюс анализ как бы аналитическая вся вот эта вот составляющая шахмата получается что у нас такой теннис супер чемпион потому что он и то и то и это там супер сложный физический и супер сложный умственный процесс ну то есть наверное что-то может быть такое получается имею ввиду еще где-то есть элемент там и там дуэли теннис конечная такая дуэли она физически не сможет сейчас ну дуэль подразумевает просто парный вид спорта то есть таких таких видов спорта очень много где ну тема дуэли нас кстати отсылает опять же к вопросу о том что наш противник это условно говоря наш все-таки враг и соперник или это все-таки наш партнер и там же дальше будут рассуждения о том что где-то тут или там дальше я не помню они там везде мне кажутся эти рассуждения о том что ты преодолеваешь не какого-то человека условного твоего партнера а как бы игра состоит в том что ты постоянно преодолевал себя и границы своего я то есть тут как раз вот идет дальше ну говорить честно вот и тоже как бы это такие вопросы которые как бы ну не имеют какого-то конкретного ответа там где-то даже в главе про мальчиков будет смешной ну для меня смешной пассаж про то что на экзамене нельзя ему ему там какому-то преподавателю сказать такой ответ как будто бы он есть однозначный ну то есть подремевается что как бы правильно что в целом в этой академии что ну возможно в жизни не не рассчитывать на то что есть какие-то однозначные ответы что какие-то определенные там заявления или даже может быть факты являются ну предметом какого-то рассуждения без точной конечной истины ну то есть по крайней мере частях понятно что что-то является там абсолютным фактически но ну что-то например какой-то предмет условно говоря да но как бы что все эти вопросы которые мы даже сейчас обсуждаем это ну все по сути на подумать и на то как мы вообще воспринимаем там конкретно происходящее там в книге ну в конкретной главе вообще в книге там в жизни вот так тут еще по этой главе не говорили так вот вот как раз да дошли до что проигравший ой противник не враг а партнер да там довольно красивый в целом пассаж так и вот соответственно бесконечные корни красоты тенниса самосоревновательности как раз про то что мы сражаемся не с нашим соперником и эти рассуждения уже кстати были и в предыдущих нормах я там не помню конкретно у кого но это прям повторяющаяся тема что ты не сражаешься с кем-то вообще в целом в принципе всегда идешь ведешь некий бой ну не бой сражение с самим собой и тут кстати вот интересные эти рассуждения Марио о саморазрушении причем интересно что он как раз единственный кто не является здесь игроком во всей этой академии наверное потому что он просто как бы сын директрисы получается она у нас обрел директор так а в какой в какой-то из глав говорится о том что он не может держать ракетку в руках так как у него руки разбитые то есть он как любитель просто нет он не играет вообще ну то есть я думаю что может быть он там ради интереса так что-нибудь отбивал там какие-то удары условно но он же он прям я так понимаю инвалид с достаточно тяжелыми поражениями там нервной системы в плане его ходьбы и у него там мы помним была какая-то суперогромная голова ну в моем представлении какая-то суперогромная может она не такая небольшая как мне кажется вот ну что ему там даже там тяжело там вставать и так далее то есть я думаю что у него проблемы с равновесием и прочим что он не играет в теннис он просто там живет потому что у них там дом и он единственное что папе еще помогал в съемках вот различных этих документальных фильмов о теннисе чтобы потом их показывать ученикам ну то есть непосредственно игроком нет он не является и и тут из последнего что я как бы заметила как раз то что параллелится тут есть рассуждение где-то по-моему у Марио в конце про то что жизнь по своим убеждениям за смерть я там не помню в контексте чего он это говорит а вот как раз про то что я то же самое что уничтожать себя а сражаться и преодолевать я то же самое что уничтожать себя это как сказать что жизнь по своим убеждениям за смерть и это у нас кстати если вы вдруг помните параллелится с рассуждениями Хэла когда они с ним лежали и вспоминали о реакции мамы на самоубийство отца и там Хэл говорил почти дословно про Бога что он за смерть то есть и тоже у него там Марио пытался много чего выяснить его вероятно этот вопрос терзает а вот жизнь Бог вообще они там за жизнь или за смерть и тоже нам видимо какой-то ответ на это возможно будет дан так и мы значит перемещаемся коротенечко на крошку Юэла в тот же год Депент вот и значит видим как он из одной больницы то есть отделение для детексификации там отправляется в другое отделение что-нибудь чем-нибудь привлекла вас эта глава что-то запомнилось понравилось кто-нибудь помнит крошку Юэла ну видимо не сильно он вас впечатлил но это он появился я помню помнишь я помню он забавный это хорошо да ну тут действительно две странички он пока появляется как бы предварительно я так понимаю что он еще дальше будет там действовать ну какое-то количество там времени не знаю но в общем все герои которые нам встречались ну в конкретных главах они где-то еще потом там либо пересекутся проявятся то есть мы как-то их отследим но сейчас мы буквально вот видим просто что есть некий персонаж который по размерам с элефа то есть я так понимаю что он как бы карлик или лилипут в общем кто-то вот такого рода и он либо скорее всего алкоголик либо может быть что-то употребляет ну в немце она наверное все-таки больше и там где-то было по-моему указание на именно алкогольную вот он попадает в эту больницу где он даже там доходит на вторые сутки пребывания там до белой горячки где ему кажется что мыши просачиваются через розетки он их пытается самотверженно давить своими каблуками своих там модных туфель потому что он довольно там богат хорошо одет там из достаточно респектабельной семьи ну я не знаю откуда у него доход богат ли его семья но как бы тут указывается о том что вот он был в каком-то районе который потом ему не нравится его как раз везут через этот район ему приходится там оказаться и он этим иронизирует но в целом вот он получается человек обеспеченный который впадает в эту больничку там в этой главе очень интересные природные описания потому что там говорится про человека в таком как бы состоянии и там всякие различные образы что деревья там выглядят схематичные где-то там яркие влажные комки мусора дома тощие трехэтажки мадонны во дворах клоченогие псы бросаются на заборы костлявые пальцы деревьев делают колдовские пасы на ветру в общем довольно это как бы красиво и навевает какую-то вот немножко мне кажется нездоровую атмосферу и Олес вообще в целом в каждой главе как-то он стремится передать какой-то такой душок этой атмосферы окружающей в данный момент персонажей и что здесь в этой главе интересного что мы встречаем соседа этого Юэла по лечебному учреждению который занят тем что смотрит значит горизонтальные отверстия кондиционера и это его невероятно тоже увлекает как примерно тех людей которые смотрят этот картридж ну здесь степень конечно даже близко не такая но забавно само сама вот эта параллель что где-то значит есть кассета на которой заснято что-то такое что людей как-то невероятно увлекает а здесь есть человек который просто уже там полдня в полной радости в полном внимании насколько оно у него возможно смотрит значит горизонтальные отверстия кондиционера он там переключает крутит ну в общем он как-то этим кондиционером безумно увлечен и возможно нам дается понять что что-то на той кассете не обязательно такое прям невероятное что в целом люди могут завлекаться и увлекаться даже полной фигней как бы и там да тут можно списать это на его там какие-то состояния там отходника после там не знаю кто он там алкоголик или наркоман был да этот человек но он все равно как и другие люди также может увлекаться вот этой ерундой тут надо кстати заметить что конкретно вот ну про картриджи про увлекаться про ерунду у самого Воллеса были проблемы с телевидением ему пришлось от него в какой-то момент отказаться потому что он был таким человеком который как раз вот начинал смотреть телевизор и не мог остановиться прекратить он мог как раз вот откладывать любые дела там не знаю не являться на встрече не делать то что ему нужно а прям вот залипать на какие-то условно говоря совершенно ну по его признаниям совершенно тупорылые американские передачи там фильмы в общем что угодно даже не настолько важно что и у него еще была проблема вот этой вот переключения канала что когда видимо появились культы вот он щелкал канал и ему все время казалось что на другом канале будет что-то действительно там важное интересное и в общем он щелкал туда-сюда и это как-то вот входило в такую рекурсию и он постоянно-постоянно вот свое время ну то есть телевизор жирал в свое время там нервы внимание в общем выедал из него все души так сказать и он поэтому от него отказался поэтому я думаю что тема вот этой вот глупой бездумной наркоманской влеченности ну не наркоманской не с точки зрения вещества вот такой вот кромешной тяги она ему очень знакома и кстати про ваше наблюдение пока я помню про то что писал наркоман насколько я знаю каких-то больших особенных проблем с веществами уволиться не было у него было гораздо больше проблем с алкоголем и то по-моему нет конкретных данных подтверждающих что он именно лечился в анонимных алкоголиках именно как пациент потому что есть сведения что он там был ну это разрешено и причем не только в Америке а у нас быть ну как бы как свидетелем ну то есть просто как бы прийти ну послушать если тебя тема интересует о каких-то данных что вот прям сильные проблемы такого я не знаю ну то есть по крайней мере нету какой-то железной уверенности что у него прям были сильные злоупотребления что прям сильные приходы от веществ каких-то там супер невероятно каких то есть зря вы отказываете человеку просто фантазии а второй момент что не у каждого наркомана я думаю богатая фантазия сколько бы он не употребил слушай а не ты раскидывал в чат что он по-моему от таблеток был зависим каких-то антидепрессантов или что-то такое нет ну он сидел у него была депрессия он сидел 20 лет на таблетках причем по-моему от них и тех же ну по крайней мере долгое время на них и тех же ну тут как зависимости не то чтобы от у него я смотрела что это были таблетки я сейчас название не вспомню но это первые сеозы это как бы а нет это у него были по-моему ангиби термал ну в общем не важно но как бы от них нету как такового ну привыкания что у тебя там без них не знаю ломки будут как-то словно говоря там какая-то героина а тут скорее всего имеется ввиду что он понимал что к нему вернутся какие-то его максимально плохие состояния без этих таблеток потому что я насколько знаю у него были различные социальные мысли намерения буквально с молодости и он даже друзьям часто разговаривал ну часто рассказывал что он боится себя убить ну что он боится что он дойдет до такого состояния что покончит с собой и как-то он даже ну как-то по-моему просил их в этом плане присматривать за ним ну что-то такое но в итоге все-таки то чего он боялся наступило там и это было так что он по каким-то причинам где-то там за год или там за сколько-то до времени его смерти от них отказался ему стало от них ну этих таблеток ему стало потом через время плохо и он начал их употреблять снова но они уже почему-то во второй раз не подействовали и видимо не нашли не смогли подобрать другие подходящие лекарства и он в итоге все-таки повесился ну такая очень грустная история но до этого то есть он в 2008 году умер а книгу он написал за 12 лет до этого в 1996 и писал он ее довольно долго тоже там лет 6 8 по-моему написал и в том числе спасался от депрессии этой книгой и он много что про депрессию насколько я знаю вписал и в нее и поэтому здесь тоже можете обращать на это внимание и знать что это прям ну написано человеком который действительно в этом плане знал о чем он писал но мы на этой значит максимально грустной ноте перейдем наверное к нашей прекрасной паре по-моему Георгий их обозвал нехорошо а мне показалось что это просто распрекрасная парочка Рэми Марат и Хью Скипли и какие у вас от них возникли ощущения давайте вернемся к позитиву мне интересно в чем необходимость такой конспирации чтобы мужчина так вот переодевался в женщину он ты обратил внимание на его прекрасный вид как можно как можно было не обратить внимание там еще так все детально описано да мне очень нравится описание что он вызывал ощущение сексуального отчаяния мне кажется это просто прекрасно ну вот кстати я тоже подумала это конспирация или он сам хотел хочет быть похожим на женщину хорошее замечание может это его не цитива лично может нет необходимого было некомфортно в этом костюме явно он ему мешал со всех сторон и парик поэтому я все-таки ставлю на конспирацию по крайней мере там не говорится что он получал от этого удовольствия так я если честно не очень услышала был ли там вопрос немножко шумно поэтому я подумала вдруг на что-то сейчас важное не отвечу блин так как я после этой головы не отчитал то я скоро отключусь и самое интересное для чего понятно для чего у него уже там какое-то оружие было под пледом и скажи скажите в этой норме это оружие выстрелит или нет нет в этой норме оружие не выстрелит как верно заметила Даша здесь очень мало действия в целом то есть они в основном все болтают поэтому очень мало произойдет уже в оставшихся в оставшихся в оставшихся части нормы особо по событиям ничего по сути не произойдет так значит и мне я начала читать эту главу мне начало так мне понравилось просто это же какой-то очень невероятный с одной стороны и степ ну может быть даже какой-то с некоторой доли ну и любви и иронии над всеми этими шпионскими детективами со всем этим саспенсом господи я забыла как называется именно этот подвиг детективов нуар вот то есть на какой-то условный нуар на его атмосферу только она здесь совершенно перековеркана и ну как бы я прям ощущаю максимальный комичный эффект вот они представьте вот саму эту картину что инвалид он забрался куда-то на эту супергору ну то есть мы не знаем насколько она высокая но по сути колясочнику на любую гору как-то забраться тем более там точно нет подъемников они где-то далеко от города в каком-то тайном месте чтобы их видимо никто не увидел хотя вряд ли они кому-то вообще нужны ну вот кто-то конкретно за ними там следил и вот к этому колясочнику также вот переодетый в женщину с какими-то кривыми с какой-то кривой грудью с каким-то дурацким париком в каком-то суперматияже который уже на жаре который там течет в этих челках и когда он падает они рвутся но он при этом взбирается причем очевидно он ну подъехал в любом случае снизу там где-то будет говориться про его машину но он при этом падает сверху что же добавляет какую-то ноту абсурда то есть в какой-то степени вот именно по атмосфере вот этой вот абсурдности дурацкости мне даже если вдруг вы читали в ожидании Гадо вот Беккета мне вот там Владимира и Страгона в какой-то степени напомнила то есть тупорылое место тупорылое ожидание ну то есть какие-то максимальный эффект такой конечно как бы нереалистичности абсурдности то есть да они представители соответственно каких-то довольно важных организаций но мы уже даже по этой сцене можем представить а насколько эти организации в целом такие серьезные и важные ну то есть в этом мире они конечно ну являются там до какой-то степени определяющими то есть само название например вот стипли он из неопределенных служб и это какая-то там одна из важных правительственных организаций Америки соответственно а Марат он один из там важных деятелей вот этого вот клана убийц-колясочников канадских вот и у них идет значит обмен какими-то данными своими вот в этой абсолютно идиотской конспирации неразумной еще очень смешно то что этот Марат он двойник а потом говорится что тройник а потом как будто бы вообще четверник и ты такой думаешь блин как бы там столько организации наверное нет что ну как бы тоже такая забавная вот эта вот тема про двойников тройников и так далее а еще я пыталась проследить за тенью которая тут описывается в большом количестве и все никак не могла понять я пыталась понять какой высоты это гора или склон или что это было и действительно как туда забрался колясочник и почему его тень она такая огромная ну то есть как бы я все никак не могла вот эту вот картинку словить для себя и нарисовать ну ты не получила не получила привет от Кинчона получила но я решила мы слишком много может быть ищем Кинчона в Олесе вот и не паранойя ли это поэтому промолчала но в целом да конечно мне кажется давай говори чисто физически я тоже не понял вот с тенями как это возможно отбрасывать тень там на город и так далее может ну не знаю это бред какой-то конечно как будто может ну или декорации да декорации сцены театральной и кстати да насчет Беккета вот ты сейчас сказала и я когда читал мне Беккета это не напомнило в тот момент а сейчас да я читал у Беккета только Мерсия и Камье и вот эта парочка сука напоминает да немножко своей абсурдностью тупыми диалогами ситуации ну хотя у Уоллеса сейчас мало было ситуации конечно там всего лишь одно действие на игре но вот на Беккета немножко все-таки это похоже да хоть и в ожидании года я не читал ну возможно у него какие-то общие тематики у Беккета подняты но это просто моя ассоциация мне также например вот если вам понравилась глава ну да вот линия про Марата из титли у меня например у господи вылезло из головы господи сейчас я вам скажу писателя у него есть прекрасный стебный детектив грезы о Вавилоне сейчас известный писатель просто я уже когда говорю у меня память немножко заезжает и очень похоже по атмосфере только там действующее лицо это один детектив но все в плане юмора какого-то абсурда и вот это вот стеба ну то есть это однозначно стебная глава над жанром там это повторяется так сейчас мы интернетом свою память просветим так Бротиган вот вспомнила это одна из такого жара моих любимых книг и поэтому если вдруг запомните и наткнетесь советую почитать она короткая и забавная в этом плане вот поэтому у меня такие были ассоциации эмоциональные вот так значит у нас получается действие происходит в Тусоне это город в Аризоне вот они там сидят приходят к уже сидящему одиноко там несколько раз подчеркивается как одиноко он сидел на этой горе и к нему вот падает вот этот вот транс стипли с прекрасными у них начнутся прекрасные диалоги про то что иди в шапо себе на сре это моя возможно пока любимая цитата она была такая милая и неожиданная что я просто почти что захотела на себе футболку такую так и значит они выясняют ну то есть стипли рассказывает что вот дело такое что появилось вот это появился этот странный картридж от которого умерло уже 23 человека и значит мое начальство думает а не вы ли вы в смысле вот эти вот убийцы-колясочники про которых будет в восноске 304 когда она будет я ну когда мы начнем ее обсуждать я объявлю если что вот и не вы ли в этом замешаны в том что вот она появилась что умирают люди потому что это же атташе связанной с канад с канадой он там канадец по происхождению но при этом он соответственно работал в Америке а был вообще там арабским да улетитки он был забыл из какой страны в общем они пытаются выяснить не рука ли тут вот этой вот организации колясочников ну то есть на что Марат ему говорит что нет нас это не интересует ты же прекрасно знаешь кто нас интересует то есть мы узнаем что вот эта организация неопределенных служб она по сути знает все про организацию этих колясочников эти колясочники они являются по сути как раз таки террористами ну вот в нашей современной терминологии но при этом вот у них такие прекрасные дружеские отношения то есть это получается мир где вот какая-то одна из главных таких структур ну в том числе и ведомственных ну то есть может быть по типу там ФСБ условного там или как там ФБР в Америке да то есть вместо него вот эти неопределенные службы и вот у них такие связи с террористами как бы что они уже спокойно там встречаются то есть и вот есть вот этот весь момент там переодевания и конспирации но он больше наверное ну для нас для читателя сделан для атмосферы вот этой вот дурацкости несерьезности всего происходящего и значит тут там упоминается о том что у Аврил Инконденция была связь с Аташе по мнению вот этих вот неопределенных служб они все-таки считают что она спала всем что там как-то могла двигаться или что-то такое то есть это уже у нас вырисовывается линия что не только Джеймсон Конденция так думал что возможно это действительно была правдой и что действительно такие так сказать грехи водятся за Аврил но тем не менее все равно возникает ощущение что и это никак не связано хотя там они вплетают и Деплюси который вот погиб от того что у него был насморк когда на него случайно напал Дон Гейтли потому что там получается какая взаимосвязь есть начальник Степли его зовут Родни Тан или по-другому он его называет Бог Род вот он соответственно директор вот этих неопределенных служб он организатор Анан это вот это ой архитектор Анан то есть он там планировал всю эту структуру того как будет организовано вот это вот американско-канадское мексиканское общество у него есть стенографистка секретарша Лурия в которую он безумно влюблен а эта Лурия также была и стенографисткой вот этого вот Деплюси а Деплюси это если мы помним он был координатором всех этих канадских террористов и в общем поэтому как-то вот по этой линии тоже ищут взаимосвязи распространения этого таинственного картриджа но не находят и там даже есть смешной диалог про то что есть и теории есть и контртеории есть и антитеории ну то есть понятно что какие-то абсурдные слова но то есть что такое контртеории и антитеории ну можем предполагать но понятно что это тоже как бы скорее степа от Уоллеса и в общем дальше там идут рассуждения вот да про двойников тройников и прочее и прочее которые тоже являются абсолютно юмористическими то есть где уже если вы пытались отследить все-таки является ли Марат предателем или он не предатель и в общем прокрутить вот эту рекурсию сколько-то раз и выйти на какую-то правильную точку то я думаю ну мое предположение что ее здесь пока нету то есть это скорее такой степ специально чтобы запутать чтобы создать у нас вот это ощущение непонимания при ощущении важности что как будто бы все-таки он там предатель или не предатель но пока у нас нет ни ответа и на самом деле возможно это и не должно быть в этом плане самым главным вопросом потому что здесь ну какой-то бы и сам мир такой что и например начальник Ипли вот этот бог рот он был безумно влюблен в свою эту стенографистку Лурию а она была сама по себе канадкой и она взаимодействовала она была из вот этих канадских террористов они видимо ее заслали ему как стенографистку секретарха и он тоже на почве любви к ней непонятно является ли он предателем или не предателем а он при этом директор вот этой вот одной из самых важных американских служб поэтому я думаю как бы это просто ну как бы комедийный момент на котором если что можно пока наверное не застряться так Ксения подожди а ты сказала что вот какая-то там сексуальная связь была ну с этими всеми ребятами у матери вот Хэлла и то есть в этой главе упоминается она разве Аврил здесь упоминается в диалоге Марата и Степли что у них есть данные о том что жена вот этого человека который создал этот картридж была связана какое-то время с вот этими канадскими террористами во-первых а во-вторых имела связь и непосредственно то есть у них получается какая картина умирает некий гражданский атташе от того что вот он смотрел этот там этот таинственный картридж они должны расследовать это убийство как бы они конечно объявили его висиком но они же пытаются его изначально раскрыть и у них логика какая вот странное убийство человека связанного с Канадой во время вот этих вот каких-то распри между террористами и прочими почему он умирает вот ага есть этот фильм его создал Джеймсон Канденса у него есть жена у этой жены была ну прямая любовная связь с вот этим атташе в свое время ну там добавляется потом что еще там чуть ли не со всеми была любовная связь но как бы с атташе так была и вот они за это цепляются и поэтому они думают может ли это быть политическим убийством и ну на серьезных щах так сказать обсуждают все эти политические моменты и пытаются найти в этом вот какой-то конкретный там условно говоря международный след но потом приходят к выводу что в теории это может быть вообще и случайность но международно надо проверить поэтому вот собственно Степли и Марата встречаются чтобы Степли спросил у Марата не вы ли случайно зачем-то или там специально зачем-то вот этого атташе это таким странным и убили при том что там насколько я понимаю эти убийцы колясочники они террористы в таком достаточно ортодоксальном ключе что они там убивают людей ну какими-то более традиционными способами там прям говорится что автор фильма Инканденса или это мы уже поняли это я просто сейчас далеко от книжки и задумывалась с этим вопросом ты уверенно утверждаешь что там говорится что это автор фильма да один гражданский получил некий предмет сейчас я тебе найду это так никто же не знает что на этой кассете скажем так так значит стипли извлек из сумочки бельгийские сигареты многих миллиметров и привычного женственного типа жена кинорежиссеры преподавала в Брейденсе где проходила медицинскую практику жертва муж тогда был в Кае а проверка различных агентств показала что жена трахалась почти совсем у чего есть пульс после легкой паузы стипли изощрился особенно канадский пульс ну то есть говорится да что жена кинорежиссера то есть они имеют откуда-то данные что это кассета инканденция вообще что это фильм но при этом никто его не видел потому что все превращаются в камень после того как его посмотрят ну как это для меня они я так понимаю там как же был рассказ про Аташе что в итоге они перестали умирать потому что кто-то догадался обрубить электричество и вот этот телепьютер выключился я правда не представляю как они догадались что нужно вырубить электричество ну до того как ну зайти и посмотреть на этот экран потому что иначе бы они уже оторваться я так понимаю невозможно вот но кто-то почему-то там каким-то образом догадался электричество обрубить и они зашли и видимо они видят эту кассету возможно она подписана ну или не знаем может быть мы какие-то секреты узнаем потом можно ли посмотреть или почему они знают что она инканденция В данный момент они говорят так, будто бы они понимают, что это его кассета, ну, и мы понимаем, что это его кассета. Что это вот как раз «Бесконечная шутка», видимо, пятая. Потому что у нас это есть даже в анонсе, ну, как там называется, начало книги рекламная. Там сказано, что это было. В аннотации, да, как раз таки написано. Видимо, это и есть главный сюжет, главная задумка про этот фильм, который называется «Бесконечная шутка», правильно же? Ну, это экшеновая составляющая, ну, то есть сюжетная составляющая, да, она связана с тем, что тут будет, ну, про этот фильм в том числе, то есть я даже могу сказать, что потом различные линии объединятся, и больниц вот для этих там алкоголиков, наркоманов и суицидников, и там теннис и прочее, ну, то есть как-то это все будет потом взаимосвязано, ну, как бы таким вот двигателем сюжета в том плане, да, кассета является. Так, значит, что мы еще тут не обсудили? А, мы пришли к хомячкам. Вот можете все поделиться своими чудодейственными впечатлениями как-то. Были ли для вас хомячки внезапностью? Разбили ли они ваши сердечки? Меня удивила история появления этих хомячков. Я его, конечно, плохо помню, но где-то там в каком-то штате какой-то мальчик, или что там, он купил этих хомячков, что-то там с двумя или с одним, что-то случилось и понеслось, поехало все. И в итоге это какие-то монстры, которые бродят по всей Америке. Да, но не по всей, они бродят вот по конкретно, ну, определенной территории, которая является, называется, Великая впадина, и вот около нее там дикая природа, дикая местность, там эти дикие хомяки. Это у нас, получается, территория Канады, и, как я говорила, вот это вследствие того, что Америка ее подсунула Канаде, ну, видимо, чтобы, ну, какой-то контроль. Я не знаю, просто нужно ли, ну, по задумке книги, по политической ситуации, там, книги, что-то им делать, ну, то есть, если какой-то ущерб от этой зоны, ну, что нужно ее как-то нейтрализовать, то, что в ней происходит, или это просто зона отчуждения, которая, ну, просто никого не интересует, но кто-то должен ее там, как минимум, охранять, чтобы там не вырвались дикие хомяки, кто-то там еще дикий, я просто не помню точно, где находятся дикие дети, но если вы помните, дикие дети тоже есть. Возможно, они примерно там, где и хомяки. И, в общем, нужно охранять вот этот прекрасный мир, там, Бостонский, Аризону и прочее, где вот существуют все наши такие довольно понятные нам герои, там, обычного мира, вот от этого мира дикой флоры, фауны и прочего. Вот, и это вследствие, вот, Джеймс, возвращаемся к биографии Джеймса Инконденции, он, как физик, там, помогал в осуществлении возможности вот этого вот кольцевого синтеза. Они этого добились, я напоминаю, что в нашем мире такого еще нету, то есть, хотя тоже идут в сторону разработки, но вот за сколько там, 30 почти лет момента выхода книги, насколько я знаю, пока этого еще не сделано, но это был бы прорыв в энергетике. Вот по задумке Уоллеса в книге он уже произошел, вот, но это как-то связано с тем, что произошла природная катастрофа, ну, как не природная, получается, господи, я забыла, как называется, катастрофы, которые сделали люди. В общем, нет, нет, экологическая такая с природой, нет, имеется в виду... Что-то с интернетом, я почему-то вас не слышала, он заедает. В общем, вы поняли, ну, то есть, неважно, как это называется, каким словом. Ну, в общем, произошла эта катастрофа, и она предполагала, Лера, что-то, может быть, что-то связано с чем-то ядерным, ну, связано там и с ядерным синтезом и так далее. То есть, в этом плане, как бы, там точно есть некая зона радиации, то есть, насколько она серьезная, насколько это вообще пагубно, и движется ли этот мир, условно говоря, к концу, или это просто какая-то там условно-местечковая история, непонятно, но такие вот локальные последствия, как полная книга различных супермутантов, такое точно есть. Вот, и хомячки, одни из них, и с ними не шутят шуток, если вы вдруг забыли, вот, и спасаться от них надо двигаясь перпендикулярно. И, соответственно, если вы канадец, то на север, если вы не канадец, то только на юг. Вот, это тоже такая шутечка от Уоллеса. И вот тогда, получается, как мы пойдем, сейчас я посмотрю по структуре, Ну, а все, кто хотел уйти на моменте сноски, вы дальше после момента в тексте, после нее не читали? Или вы читали дальше, вы не читали саму сноску? Так, ну, я так понимаю, что остался Артем из тех, кто об этом говорил, но Артем... Я не читал сноску. Нет, ну, что сноску не читал, но ты и дальше не пошел на вот 114 страницы, ты закончил, да? Просто мы сейчас, соответственно, идем дальше, поэтому ты можешь... Да, 104 страница, где он выкидывает бычелку, там что-то губы у него какие-то там... Вот, да, все, спасибо большое, я отключаюсь, я дослушаю, потом я прочитаю за пару дней. Да, 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 да. Все, спасибо, давайте. Так, ну, а мы продолжаем тогда по сноске, потому что у нас остались люди, увлеченные различными странными вещами, которые тоже пошли читать, и, надеюсь, возврадовались таким интересным феноменом, как «Дикие дети», «Убийцы-колясочники», люди, исповедующие культ бесконечного поцелуя и различные другие какие-то организации, такие примерно как те, кто скидывал с 12-метровой высоты пирог с говном на президента при его второй инаугурации. И какие у нас интересные моменты там в сноске. Какие у вас есть впечатления, чем вам там запомнились колясочники? В общем, давайте что-нибудь скажите по этому поводу. Ну, меня... Какое-то ауе. У меня сразу про ауе воспоминания. Ну, не воспоминания, а аналогии. Какое-то безумие, дикая секта, калечащая друг друга. Причем они там... Ну, вы же видели, там было написано по-английски, что они называются там «Ассасинс», что-то там. И «Ассасины» — это же очень интересная, действительно такая, в каком-то смысле, религиозно-политическая организация организация действительных наемных убийц, действующая в древние времена на Востоке, примерно на территории всяких там Иранов, Ираков и так далее. И они, ну, как бы вошли в современную... Ну, там, не знаю, как это назвать, полиплористика. Вот именно как прям какие-то там неуловимые, очень умелые, там, удивительные убийцы, которые там получали задание кого-то уничтожить. Они могли даже умереть сами, там, но, тем не менее, там, завести дело до конца, и, в общем, от них нельзя было не ускользнуть, и они были, в общем, какие-то там невероятно крутыми вот в этом плане. И поэтому, что вот эти колясочники тоже приравниваются к этим каким-то суперубийцам, что они как-то там описываются, как они появляются там, что все люди, которые о них знают и которые, ну, боятся быть их потенциальными жертвами, они слышат вот этот вот какой-то свист их колес, с этих колясок, и он пугает их там до полной оторопи. Ну, в общем, очень интересное описание. И, ну, сама линия, сама тема, образ этих убийц-колясочников, он, конечно, прекрасный, когда мы вообще думаем, что вот, ага, есть эти канадские террористы, и они оказываются вот инвалидами-колясочниками. Это красиво и занимательно, как по мне. И мы узнаем, что они оказались колясочниками, потому что они в целом провели очень интересно свое детство. А вот у меня вопрос, у меня вопрос возник. Ну, наверное, ассасинам быть удобнее там с ногами, руками. То есть какая-то странная идея. То есть в нашем сознании, наверное, ассасин – это ловкий такой человек, который там крадется, как тать в ночи, и здесь от обратного. То есть какие-то дополнительные лишения, и непонятно для чего. То есть вот зачем так себя калечить, если твоя задача жизненная – терроризм и убийство? Мне кажется, что это стёб в первую очередь над канадцем, потому что какое-то напряжение в их отношении. И вот эти вот наши герои на скальмах, и в того чувака, они друг друга тоже все время подгоняют. В целом вот эта история, что это стёб в отношении канадцев, что их террористы, они колясочки-инвалиды. Ну, это так кажется, и почему-то 7 ассоциаций с МСАУС, если кто-нибудь его смотрел, потому что тоже всё время подгоняют. Да, да, тут канадцами конкретно шутят. Тут Джон Уэйн, один из нынсистов, юниоров, тоже описывается, там, сцена, как, где эти были мультяшные герои канадцы? В Южном парке, да, тоже. Короче, что он, там, они пердят, там, бесконечные, он пердит. Да, тема пиза, упрощение. Там пердёшь вообще. Да, у меня прям такая же абсолютно аналогия была. Прям как-то адская стебалова. У нас рекламная пауза. Да, я тоже ничего не слышу. Просто тишина. Ксюша, ты обиделась за канадцев? Нет, 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 я просто понадеялась, что твоя речь будет немножко дольше. Мне нужно было буквально на секундочку отбежать, но, видишь, ты закончила чуть пораньше, я очень извиняюсь. Так, и, значит, получается, о впечатлениях первичных каких-то высказались, да? Мы про канадцев, если что. Наци, да, и Сауспарк, если ты смотрел, то можно тоже поддержать. Мы вспоминаем мультик Сауспарк. И про канадцев. Нет, я Сауспарк не смотрела в таких объёмах. Ну, то есть я видела какие-то локальные серии, ну, ничего особенного про канадцев не помню. Но очень интересно, с какого года вообще находится Сауспарк? Он же, по-моему, какой-то супердревний. Он не с начала 90-х идёт, нет? Нет, с нулевых. Нулевых? Ну, в любом случае, давно. Возможно, они тоже чем-то таким были вдохновлены. Ну, вообще, понятное дело, что и в нашем реальном мире есть какие-то особые условия взаимоотношений Америки что с Канадой, что с Мексикой. Не знаю, будет ли у нас. Да, я думаю, что они вдохновлены. Южный парк с 97-го года идёт, первая серия. Ну, то есть они прочитали бесконечную шутку, вдохновились и начали... Ну, мы видим про канадцев, да? Забавно. Так. Значит, у нас... Ну, мы уже упомянули диких детей. У нас же начинается там сноска вообще с этих диких детей, которые поразили меня... Сейчас я вам скажу. Поразили они меня на самом деле предлагателем, который подобрал переводчик, потому что у них были титанического масштаба по мёд. И мне кажется, это настолько... То есть у меня была какая-то ситуация, на самом деле, с динозаврами, со слонами, ну, с чем-то суперогромным, что вот они что-то такое там делают. И много-много-много этого титанического размера помёта. Видимо, джунгли в какой-то степени вот в этом штате Мэн образовались как раз из-за того, что тут очень много удобрений. И в этих джунглях потом было комфортно жить этим диким хомякам. В общем, какой-то это, ну, по-своему, прекрасный дикий мир. Ну, про этих детей мы знаем, что они, соответственно, жертвы вот как раз-таки этой экологической катастрофы, связанной во многом там с радиоактивностью. Потому что у нас сказано, что они такими получились от токсичности, а выживают благодаря кольцеванию. Ну, про кольцевание, я так понимаю, что это имеется в виду вот этот кольцевой синтез. Если кто-то вдруг это понял как-то по-другому, то вы тоже, соответственно, можете сказать свои предположения, благодаря чему они выживают. Так, и, значит, там нам говорится, что вот эти убийцы и колясочники, они, собственно, в чем их задача? Они противостоят вот этой политике экспериализма, то есть, которая противоположна политике империализма, про которую мы говорили. То есть, они, по сути, хотят, чтобы никакие США не оторгали им никакие вот эти опасные экологически вредные территории. Вообще они хотят, условно говоря, старую добрую Канаду. Это их дом, и философия этих колясочников во многом здесь ждет на том, что вот надо быть как раз-таки не индивидуалистом, тут опять эта тема поднимается, да, вот как бы индивидуалисты ради своего лида я существуешь, или ты все-таки, значит, должен жить ради группы, общности, в данном случае страны. И вот они такие люди, которые там по тем или иным причинам выбрали служение стране, служение идеи, какой-то высшей низи, и вот они составляют эту общность, которая при этом занимается деятельностью формально-террористической. Ну, собственно, наверное, так действуют любые террористические организации. У них есть какая-то условно высшая для них цель, и она людям, против кого направлена их деятельность, может казаться не настолько прекрасной, насколько самым террористам, как мы понимаем, но обычно это оправдано какими-то масштабными категориями, то есть там во имя религии, во имя каких-то политических вещей, там, ну, не знаю, во имя чего там еще бывает терроризм. Ну, вот, колясочники, они традиционные по своей психологии террористы, но необычные по своему внешнему виду, скажем так. Так, и есть очень прекрасная, тут, кстати, в этой сноске есть сноска, сейчас я ее даже открою, про то, какие вообще существуют культы. Это просто забавно, еще раз Лолис нам рассказывает про то, что мы на самом деле из всего, по сути, можем сделать культ. И у нас, кстати, эта тема потом будет в разговоре у мальчиков-теннисистов. Так, и просто, ну, вы ее, наверное, читали, хотя у кого там не было сноски как таковой, могли ее вот, ну, которая была неудобна читать, я не знаю, какую у вас, у электрончиков, она была организована. Так, 1252-я страница, я тоже эволюционировала и начала записывать страницы. Так, и здесь, значит... Так, нет, но я не научилась пока читать. Вот, нашла 1248-я страница в бумажной книге, и, значит, тут просто говорится, что есть книга «Неколебимые культы». Это справочник по культам валютной спекуляции, меланина, фитнеса, биофлавиноидов, очевидение, убийств, стазиса, недвижимости, агорафобии, репутации, знаменитости, акрофобии, внешнего вида, амвея, славы, дурной славы, обезображенности, скопофобии, грамотности, бытовой техники, эскопофилии, брыслизма, хандеризма, внутреннего ребёнка, эроса, ксенофобии, пластических операций, мотивационной риторики, хронических болей, салепсизма, сурвайхавализма, умолчаний, антиаборта, кеверканизма, аллергии, альбинизма, спорта, хилиазма, какие-то два совершенно непонятных ни слова. Надеюсь, вы прочувствовали вот этот вот набор очень сильно разных понятий, но они все в данном случае введены в книгу, которая вот написана по мотивам вот этих вот культов. И я думаю, что это применимо абсолютно к нашей реальности, что есть культы, ну как бы тематики какой-то сопряжённости и объединения людей вот в какие-то группы. Ну, то есть, очевидно, что вот, например, есть там культ книги и бесконечная шутка. Но это один из милейших культов. Бывают и какие-то совершенно дурацкие. Вот, но это да, это интересно. Так, значит, про что мы мне сказали? Так, про детей мы сказали. Так, тут это сно, скажем, построено, как написание мальчикам из Академии теннисной реферата. И там интересные, кстати, замечания о плагиате. Там говорится, что вообще интересно, сейчас я вам скажу, что прирождённые плагиатеры ой, господи, прирождённые плагиатеры вкладывают столько усилий в маскировку плагиата, что было бы просто, ну, что было бы проще взять и написать работу с концептуального нуля. Но на самом деле плагиатеры так не делают, потому что они не уверены в себе в навигационном смысле. Ну, то есть они боятся идти по местам, по которым они не очень уверены, что там уже ступала нога человека. И вот сейчас, пока это говорила, я подумала, что это тоже вот снесено, ну, по крайней мере, в моей голове теперь со сценой мороженого со Штитом и Марио. Что вот люди склонны к плагиату, может быть, в какой-то степени, ну, не конкретно, в процессе образования, а в целом, ну, то есть не могу сказать, что это прям такая какая-то оформленная теория, но есть какая-то вот взаимосвязь, что вот человек, боящийся какой-то новизны, ему проще заниматься анализом и синтезом уже имеющегося, ну, то есть, если, не знаю, применить это, вот, опять же, к писательству, то есть мы читаем книгу, там, читаем реферат, что там какой-то человек, условно говоря, он пишет, он писатель, ему нравится вот эту новую территорию открывать, а кто-то, например, там, критик или исследователь или читатель, ему нравится просто побывать там, где вот уже кто-то прошелся, потому что, может быть, он там не может начать, там, не знаю, писать свою условную книгу или там научную работу или что-то еще, потому что он опасается вступать на вот такие-то реинкогнито. Так. И, значит, дальше там все заканчивается культами бесконечного поцелуя, который, собственно, ну, это еще одна вариация игры, ну, вы про саму игру с поездом вы поняли про нее технически, как она организована? Нет. Ага. Все, я тебе еще тогда расскажу, если кто-нибудь, может быть, не понял вкратце. В общем, ее стать очень проста. Значит, смотри, есть там в Канаде, там есть шахтеры, и у них есть куча вот этих шахтерских детей, которым, очевидно, делать нефига. Они там, не знаю, может быть, не сильно интересуются образованием школьного, школа за ними не сильно следит, они слоняются по вот этим своим, значит, городам и весам, так сказать, и в какой-то момент они поняли, мальчишки, что, ну, вот, заинтересовались идеей игры, ну, по принципу, чем-то схожей с русской рулеткой в плане опасности. Ну, там просто где-то про русскую рулетку, прямо из текста слова. Вот. они, значит, собираются, мальчишки, различные возрасти, где-то с 10 до 16 лет, то есть вся, так сказать, молодежь на деревне, грубо говоря, и у них там, поскольку идет какая-то там усиленная торговля, у них очень много железнодорожных путей, много различных поездов, они ходят с разной скоростью, там, с определенным расписанием, которое известно, и, значит, базово выбирается 216, по-моему, человек, которые делятся по шестеркам, то есть образуется вот это 36 вот этих шестерок, 6 мальчиков становятся с одной стороны от рельсов и ждут поезда. Их задача перепрыгнуть перед поездом так, чтобы они оказались последним перепрыгивающим. И, то есть, если ты перепрыгнул самый последний, то ты выиграл. То есть ты самый, как будто бы, смелый и, типа, самый крутой. Не перепрыгнуть нельзя. Там есть пассаж про то, что вот был один мальчик, который не прыгнул, и он потом был там запозорен так, что вообще его имя осталось чуть ли не в веках, что вот какой он там вообще не прыгнул, испугался. То есть, нет, там все прыгают. Часть из этих мальчиков умирают. Причем, условно говоря, если ты прыгнул самым последним, у тебя этот поезд сбил, и ты умер, то ты, естественно, не посмертный выигравший. То есть, тогда выигрывает мальчик, который, ну, перед тобой прыгнул, как будто бы чуть-чуть вперед тебя, но он остался живым. Вот он, оказывается, тогда выигрышем. И тут опять идет рассказ о том, ну, примерно, как в теннисе, что они соревнуются не с поездом, а в какой-то мере с друг с другом, но в первую очередь сами с собой, потому что самые умелые, самые, так сказать, гуру этой игры, они вообще не ориентируются на других мальчиков, потому что ты можешь прыгать с открытыми глазами, то есть, не понимать, когда кто-то приготовился к прыжку, когда он его начинает совершать, а типа самые крутые, они прыгают с закрытыми глазами, то есть, они ориентируются на вибрации, на звуки поезда и вот на свою интуицию, и типа вот поэтому у них как там получается, они вот условно говоря суперкрутые. Вот, и там несколько раз обозначено, что поезд не является их противником. Поезд это там определенное средство и так далее, что они на самом деле, опять же, сражаются там условно говоря со своим я и преодолевают себя, и, ну, это какое-то экстремальное развлечение, их безумно вообще-то интересует. Потом вот оплатятся победители вот из этих 36 шестерок, они потом тоже образуют свои шестерки, в этих шестерках тоже свои победители, ну, и, в общем, там до, условно говоря, финального победителя. И я, если честно, не помню, как тут случается что-то там суперхорошее с каким-то этим суперфинальным победителем. А может быть, я пропустила, но мне кажется, что здесь даже как такового нету пока про победителя, может быть, что-нибудь будет дальше. но смысл в том, что эти мальчики, так сказать, закаленные. Вот. И в какой-то момент, видимо, с ними стали, может быть, как-то их обрабатывать, ну, что вот они все стали как раз-таки вот этими вот террористами, убийцами-колясочниками. и, значит, собственно, колясочники, они потому, что часть выживает, но при этом, если ты очень близко с поездом, если ты прыгаешь так, что еще не успевают твои конечности за пределы курса следования поезда, то тебе ноги и руки может оторвать. Ну, то есть, если ты прям сильно не успеваешь, то тебя убьет. Там подробно рассказывается, что если ты, если поезд тебя прям вот ударил, ну, как бы, своей передней частью, ты умираешь там одним способом и отлетаешь одним способом. Если тебя зацепляет как-то уже, ну, боковой частью поезда, там, в самом, как бы, в финале твоего прыжка, то ты там можешь умереть другим способом, но или можешь тебе просто там ноги и руки оторвать. Вот, например, конкретно у Марата у него нету ног. Он, Марат, тоже вот был в этих, ну, среди этих канадских детей, которые играли в эту безумную игру и, ну, он, как бы, ног лишился, но выжил. И он молодец, он крутой, он теперь ассасин колясочник. А там же еще, по-моему, упоминается про его братьев, которых сбил поезд. Я так понимаю, что они, видимо, померли в какой-то момент про диалоги. Да, ну, я сейчас, если честно, не очень-то помню, но, по-моему, у него, да, умерли братья. И вообще, тут не написано процентность смертности, но я думаю, что довольно много детей может таким образом умереть. И мне интересны, ну, то есть, я, например, точно знаю, я смотрела, я смотрю всякие дурацкие передачи про что-нибудь экстремальное, опасное, непонятное и так далее. И знаю, что реально есть у молодежи такое увлечение, как, например, зацеперство. Это не прыгание перед поездом, но это значит к нему подбежать, когда он подъезжает, зацепиться, на нем прокатиться там сколько-то сот метров, отцепиться, убежать. Ну, типа, вот это круто. Но это тоже сопряжено с очень частыми либо смертельными случаями, либо инвалидизацией. Ну, я не знаю, тоже опять же, какой процент, но, по сути, это максимально опасное увлечение. Но, действительно, есть у него созвание, называется зацеперы у нас. Поэтому, я не знаю, насколько это было актуально для США в 90-х, откуда это взял Волис, как бы, видел ли он какие-то конкретные примеры, которые он раздул, вдохновило ли его что-то, или там просто фантазия из области наших детских все прыгнут и я прыгнут. Интересно, есть ли такая присказка в США? Не знаю, если вдруг кто-то обладает такой информацией, скажите про их культурный код. Интересует ли их мам такой момент? Нет, никто не знает? Ну, там вообще довольно богатая культура езды на поездах. То есть, там пассажирских очень мало линий, а грузовые на них ездят хобо, хобо, так называемые. Хобо это, ну, по-нашему, бомжи, но они такие там пригламуренные бомжи. Ну, у них стиль жизни такой, что они вот по Америке на поездах перемещаются, у них какой-то слой есть набор знаков, где они оставляют друг для друга. Это азбука у них там выработан. что, допустим, в этом доме могут дать еды, или здесь живет добрая женщина, или здесь не ночуйте, потому что полицейские проверяют этот район. То есть, это довольно обширная культура именно взаимодействия с железнодорожным транспортом в Америке. Но вот, чтобы прям прыгать под поезд такого что-то не помню я. Ну, это как бы такая некая загадка, что если вдруг, ну, как загадка, в смысле, открытый вопрос остается, если вы встретите по нему какую-то интересную информацию, то обязательно кидайте. Мне кажется, какие-то культурологические, исторические, там, бытовые ключи вот к тому, как это написано, откуда это берется, тоже интересно получать про книгу. Так, и, значит, мы переходим тогда к культу бесконечного поцелуя. Это еще одно развлечение примерно из тех же областей. Там, получается, есть, значит, пары, которые соревнуются, то есть это берутся, насколько я понимаю, рандомные, там, по-моему, 64 человека, то есть там 32 мужчины, 32 женщины. Каким-то, опять же, рандомом распределяется, кто из них будет отдыхать, кто выдыхать. Там смысл в том, что пара людей по сигналу один максимально выдыхает воздух, а один себя максимально его вдыхает. Они, значит, тут же целуются, скрепляются губами и их запечатывают какой-то клейкой или какой-то лентой, ну, в общем, так, чтобы у них не было возможности доступа к кислороду извне. И они должны, значит, передавать вот этот вот кислород, который набрал себя, тот, кто его вбирал туда-сюда, и пока, значит, кто-то из них в обморок не упадет, ну, и, в общем, побеждает та пара, которая последняя там в обморок не упала. Ну, кто-то из них. И, значит, момент в этом интересный, что это интерпретируется Уоллесом как, ну, не Уоллесом, то есть, как бы там указано, как информация из книги, что это некое такое упражнение по использованию ресурса с максимальной степенью эффективности. То есть, зачем-то вот эти молодые пары играют в такую игру, которая должна их как-то психологически, ну, как бы настроить и подготовить к тому, чтобы они как-то вот умели подходить к наиболее там рациональному использованию ресурсов. И, ну, возможно, это какая-то отсылка к тому, что в этом мире существует некая проблема ресурсов, ну, по крайней мере, в каких-то его частях. То есть, все-таки мы видим, наверное, мир вот Бостона, там, теннисной академии каким-то более богатым, может быть, вне этого какие-то проблемы есть. Хотя, ну, какой-то, пока особой информации там про какой-то голод там или что-то такое нету, но вот эта игра вот именно про это. А еще там, когда... А может там, ну, у меня сейчас возникла мысль, может быть, имеется в виду что-то с воздухом, потому что то этот умер, потому что у него там не хватало кислорода, потом еще где-то упоминалось, что не хватало кому-то кислорода из-за насморка вечно какая-то проблема. Может, ресурсов воздуха какого-то не хватает, ограниченный или дышать тяжело, что-то такое. Ну, там, кстати, есть такая тема, там же есть даже в этой теннисной академии, вот эта легкая, которая тоже, я так и не поняла, но то ли защищает от жары их, когда она максимально сильная, то ли еще что-то, ну, то есть как-то да, там есть какая-то в целом по всей Америке неблагоприятная какая-то экологическая ситуация, даже вспомните, я не помню, в каком штате у нас, получается, Орен был, куда он переехал, все вместе с вылетел из головы, но там же он сидит там в этом бассейне и к нему падает птица с неба, я не знаю уж, конечно, задохнулась она или нет, или была там поражена радиацией, там, или что-то еще, то есть как бы скорее всего это какая-то птица, заболевшая и, видимо, обессилевшая прямо в полете, что она, соответственно, умирает и падает прямо вот Орину, брату Хэлла, в бассейн, и это происходит географически, где-то в еще одной, там, третьей точке, сложно говоря, поэтому да, там экологическая проблема и проблема с воздухом возможно имеет ну какое-то значение, то есть за этим стоит следить. Ну и вообще при, ну в ситуации книги, в которой в целом есть какая-то экологическая катастрофа, в любом случае ну ресурсы становятся, ну как бы у них, есть опасность их лишиться, потому что там неизвестно, куда будет развиваться ситуация, в принципе ресурс вообще как бы, ну вещь, которая может закончиться, то есть если там какая-то есть там опасность, это тем более может быть ну актуально, плюс это может быть просто чистый невроз, ну то есть примерно как, не знаю, была там условно говоря холодная война и очень сильно было там американское общество невротизировано возможностью потенциального ядерного удара, так и здесь какая-то ситуация случилась и у них тоже есть какой-то невроз, возможно им допустим на этих картриджах по их этим телепьютерам вот этот интерлейс крутит какие-то передачи о возможной проблеме с ресурсами и там может быть их просто выгоняют в такую панику, но каким-то образом все равно это волнует детей, что они играют в такие странные игры, ну и при этом здесь видите как бы параллелится игра с поездом, игра с поцелуем, я думаю параллелится теннис, то есть можно тоже поискать внутренние эти параллели вот про ресурсы, про то, как ты борешься там в первую очередь сам собой, про то, как ты что распределяешь, там про то, что тебе это вообще дает эти игры, что они все-таки как бы совместные, теннис это все равно как бы вроде бы игра обычно индивидуальная, хотя есть конечно там парный теннис, но то есть все равно как бы идет намек на то, что ты все равно видимо образуешь со спортивником какую-то экосистему и то в данном случае там я не знаю этот мяч можно тоже интерпретировать как вот это некое дыхание, правда конечно мяч не не улетучится в этом плане, но как бы можно в эту сторону подумать, ну и как бы все-таки нам говорится о какой-то конкретной игре о спортивной там о теннисе и потом нам рассказываются другие игры с детьми, то есть как бы все-таки там теннисная академия где подростки играют и здесь подростки играют в одну игру, во вторую игру и как-то это можно параллелить. Так, ну и мы ну я говорила про пирог с говном мы просто получается из этой части узнаем что есть значит некий президент у США и фамилия его Джентл просто запомните если сможете вот он возможно дальше будет еще фигурировать я не знаю подробностей просто вот у нас появляется президент США так и мы возвращаемся в нашу академию в эту как бы главу, которая у нас грабится на одну часть потом опять возвращаемся к Марату потом опять эта часть как бы условно продолжается и что здесь из такого интересного то есть начинается тут тема обсуждения того что дети в этой академии несчастны то есть Хэлл начинает с того что он с кем-то разговаривает и там у него возникает вопрос вообще понимают ли они что они несчастны так то есть он буквально скользь поднимается дальше там вот они готовятся видимо к какому-то экзамену у них идет обсуждение перехода от аналога к цифре и о том какой-то прорыв из забавного что вот у них человек по фамилии Дисней преподает как раз историю интертеймента то есть историю развлечений потом у нас как будто бы опять кадр перескакивает на Марата и Степли на какой-то буквально кусочек на абзац который не несет никакой смысловой нагрузки и то есть непонятно зачем это опять момент какого-то усложнения момент перебивки нашего внимания то есть вот нарочатой деконцентрации нашей что мы только настроились на то что там вообще маленькие говорят там в своей академии о чем вообще их диалог тут нам надо подумать а если какой-то смысл в описании природы вокруг Марата возвращаемся опять в академию и как раз начинается тема вот про вот эти вот уроки старшего товарища где нам рассказывается значит функции непосредственно этих уроков ну те функции которые выполняет вот этот вот старший товарищ то есть мальчик уже там очевидно там 17-18 лет ну то есть это самые такие старшие мальчики которые еще сами учатся но они вот для деток я так понимаю младше 14 лет являются такими наставниками и значит они отвечают на вопросы в случае какой-то там беды условно говоря подстилают соломку обрисовывают какую-то картину если какое-то есть недопонимание у этих маленьких ребят при необходимости ну в связи видимо с проректорами играют роль связного и выполняют функции такой жилетки чтобы поплакаться то есть это вот такая практика взаима какой-то ну не взаима то есть вот такого наставничества при этом старшие не стремятся сближаться с детьми хотя ну вот очень часто просто какие-то милые дети можно с ними там как-то подружиться такое часто бывает в тренер-лагерях но здесь указано что они прям как-то ну нарочатся стремятся быть от них на какой-то дистанции вот чтобы дети не забывали о непроходимой пропасти опыта и соответственно не теряли уважение поэтому они такие ведут себя прям как взрослые наставники даже если они сами еще там дети детьми в плане своей психической структуры свои там 17-18 лет здесь значит про Хэла начинается интересная тема что у него есть среди этих маленьких ребят мальчик Ингерсол который очень сильно раздражает Хэла и здесь вот в начале этой главки говорится о том что Ингерсол напоминает Хэлу кого-то кого он сильно не любит но он не помнит кого ну то есть и несмотря на это несмотря на то что среди его детей маленьких гостей этот Ингерсол дальше там будет момент про то что он что Ингерсол напоминает ему самого себя и то есть вне общения с ним он может как-то это отследить а когда он его видит он просто желает ему зла и то есть мы видим что у Хэла есть какая-то тенденция видимо к саморазрушению то есть он очень сильно желает зла человеку про которого он в какие-то моменты даже понимает что он просто его как бы зеркалит но когда непосредственно с ним общается у него мысль что он его зеркалит полностью отлетает есть такое ощущение что он кого-то напоминает неприятно он максимально он просто исходит тупо ненависть в его сторону и это момент тоже думаю важный про личность Хэла про его какие-то психологические штуки так потом дальше у них идет какой-то долгий разговор перечисления различных видов усталости потому что собственно они вот на эти уроки приходят после долгих изнудительных тренировок и там значит настолько как-то исследуется тема этой усталости что даже в какой-то момент Хэл говорит что в такие дни нужен целый новый синтаксис для усталости потому что он хочет описать что усталость настолько какая-то огромная что нужен целый новый вокабуляр чтобы ее уметь передать и именно как-то сказать начинается так я добилась смысле так значит так тогда идем дальше он у нас получается дальше по тексту мы узнаем некую родословную Хэл в том плане что он является по крови смесью итальянцев янки индейцев то есть у нее там какая-то индейская прабабушка затесалась и собственно канадцев по матери вот и он у нас визуально там лучезарно темный почти как выдра вот выглядит этнически что я не очень понимаю он выглядит этнически означает что он выглядит не похожим на американца или наоборот он выглядит все-таки типикал американ бой то есть при этом ну то есть про Орена мы узнаем что он по материнской линии наследовал свою англо-норда канадскую внешность а Мару ни на кого не похож ну очевидно то что он инвалид с какими-то сильными искажениями никто не хочет в нем видеть что-то свое какой-то свой образ и подобие так узнаем что у мальчиков есть различные болезни и травмы так и они заканчивают эту подглавку на совместных рассуждениях кто виноват в их страданиях которые они описывали ну то есть какие-то измерительные тренировки какой-то неправильный подход к ну неправильный с их точки зрения подход к тренировочному процессу когда им кажется что они ну тренируются больше чем это необходимо и как-то очень сильно устают и к ним не хотят прислушиваться там в такие моменты и так далее то есть и они там решают виноват ли Тевис который является директором и как мы видим организуют в основном вот эту образовательную политику или все-таки главный тренер Штит вот этот наш 70-летний немец который довольно жесток в плане своих воспитательных взглядов вот и потом мы переключаемся обратно на Марата из Типли где обсуждается вот великая любовь начальника Стипли вот этого рода Тана и Лури дальше они сравнивают ее с другими различными известными парами и там интересное наблюдение про войну то есть там когда говорится о Парисе с Еленой они вначале как бы приводятся причем там вначале неправильно как-то Стипли называют Пару я уже забыла кого но его поправляет Марат про то что Парой в данном случае надо считать Париса и Елену и в целом их великая любовь это как бы ничего особенного только разве что казус Белли то есть причина той тогда Троянской войны и в целом вот дальше как-то там идет изворот мыслин то что войны происходят из-за торговли то есть вот какой-то отворот на капиталистические причины мировых войн это тоже может быть некий привет Пинчину ну как бы в моем сознании но вообще это как бы естественно одна из распространенных мыслей в принципе если искать какие-то конкретные физические экономические причины войны то нажива обогащение территориями или другими способами но в данном случае просто параллель ведется еще там чувственник к временам Елены и Парисова про которые потом великий специалист под опросом и там великий провокатор Степли даже начинает там к Марату представить вообще была ли эта война были ли они и так далее так и они переходят к рассуждениям о фанатичности есть замечание от по-моему Марата что слово фанатичный происходит от латинского святыня и дальше у них идет вопрос о том что такое вообще вот эта вот фанатичность кто кто ее нам навязывает как она происходит и Марат говорит очень крутой пассаж про то что необходимо осознанно выбирать себе вот эту привязанность то есть выбирай привязанность умного при том что он это представляет каким-то образом как процесс на который ты можешь повлиять то есть он считает что привязанность какая-то будет у нас по-любому то есть это неизбежный процесс это как-то у нас структурно условно говоря заложено но можно к этому подойти как-то ответственно и тут возникает тема как раз таки выбираешь ли ты что-то личное чтобы удовлетворяло тебя то есть какую-то конкретную женщину или мужчину какой-то конкретный предмет действия что-то еще для себя исходя из своих страстей и желаний или же ты можешь следовать каким-то высшим целям делать что-то для блага общества то есть это же у нас говорит Марат который за Канаду как за идею за свою страну за государство и у них как раз таки со Степли выходит этот спор потому что Степли в некотором роде восхищен вот этой любовью своего начальника рода его любовью к Луре он говорит он готов из нее умереть два раза вот и он романтически подходит к этому и как американец ему понятна эта идея желания его начальника какого-то личного счастья над чем собственно Марат в некотором роде смехается вопрос только я сейчас подумала а почему одно должно другому мешать ну тебе послужение там высшим каким-то целям народу не знаю обществу и любовь к какому-то человеку почему это должно быть мешает это базово не то чтобы должно мешать но просто когда у тебя возникает ситуация выбора ну то есть допустим вот этот конкретный человек он начальник служб американских а его девушка ну я не знаю там девушка на его или нет но он испытывает какую-то огромную любовь ну вот по версии Степли и он готов даже там сливать информацию потому что она с другой стороны она как бы канадский шпион и он получается подставляет в данном случае вот Америку там в этом плане и тут вопрос в том что когда у тебя возникает такая ситуация выбора ты как должен поступить как бы пойти условно говоря за своим сердцем то есть в угоду своим личным эгоистическим потребностям то есть исходящим из твоего там я которому ты хочешь потакать только своему я простить там свое эго да условно говоря или все-таки ты потом в какой-то момент получишь некую радость от того что ты находишься в чем-то большем то есть служишь идее государству что ты как бы сопричастен великому и может быть ты допустим выживешь в каком-то смысле в веках в отличие от твоей какой-то конкретной жизни вот насыщение своих личных потребностей являясь вот поборником какой-то идеи и помогая в ее исполнении возможно эта идея как-то потом сможет реализоваться настолько что как бы ты своим вот этим деянием когда ты один из многого сможешь достичь большего и может быть это важнее в принципе в каком-то психологическом или духовном смысле это же есть какой-то некий спор который нам тут Уоллес задает в принципе по мысли Уоллеса Америка она точно примерно стоит на таких индивидуалистичных позициях что люди существуют просто вот с желанием удовлетворения возможно там чаще всего даже какого-то сиюминутного своих импульсов и желаний и насколько это вообще правильно то есть я не могу сказать что у меня есть ощущение что Уоллес стоит на стороне тех кто там за какие-то идеи ну у меня по крайней мере его не возникло но и как бы сложно сказать будучи американцем он как-то просто говорит да это прекрасно вот потакать там своим любым импульсом и желанием то есть это как некий открытый спор в принципе для любого человека и даже не только для человека для любой культуры что мы хотим условно говоря там взращивать в наших детях да то есть поэтому и задает Марат этот вопрос а кто вообще сейчас я найду этот пассаж так страница пока ты ищешь я хочу добавить что Штит он все-таки из Германии и это наводит на мысли про объединение нации да 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 здесь один фюрер да да ну там же противопоставление там же Штиты даже называют фашистом в какой-то момент детям там шутку и где-то несколько раз вот ну на это где-то какое-то такое вот скользкое указывание именно наверное подразумевая что как бы ну фашизм это вообще что это то есть фашу это же есть вот эти вот фасцы эти колоссия то есть это про единство то есть как раз таки если мы не берем вот сейчас политическую составляющую ну там конкретно немецкую да и там прочее то есть естественно мы там фашист-нацизм осаждаем по изначально по своей структуре и по своей сути сама идеология про то что общество должно быть объединено все люди должны быть взаимосвязаны и что-то должно вертиться около одной какой-то идеи в данном случае как бы пыталась наследоваться какая-то великая немецкая там традиция философия и прочее потому что в сущности до этого там в 19 веке Германия была сильно разобщена на какие-то мелкие ну не то чтобы государства не были там в плане образований ну то есть как области которые по сути были практически как маленькие государства и вот была задумка чтобы была какая-то некая идея высшая которая вот сплотит эти различные кусочки Германии которые в принципе там между собой по сути то как бы одинаковые то есть потомки одних и тех же там племен и культура у них достаточно смежная как бы там связанная и хотелось найти какую-то идею то есть и в целом типа фашизм он про объединение то есть на базе чего это уже там другой вопрос и так далее и в этом плане противопоставляется Америка как раз ее базовой философией когда переехали все эти переселенцы и у них возникла у них была полная свобода и у них возникла возможность вот организовывать и воплощать какие-то свои и экономические и политические все свои замыслы и долгое время как бы Англия выпустила этот момент они могли делать что хотят и в какой-то степени это и ну как бы закрепилось у них в каком-то там условном культурном коде некое такое вот самое ощущение что я могу делать что хочу и у них тоже есть безусловно базовые объединяющие идеи но там все-таки и капитализм как-то ну быстрее и масштабнее расцвел капитализм все-таки про индивидуализм про как бы обогащение про ну про разделенность в этом плане что то есть капитализм все-таки в некотором смысле людей разделяет потому что они там начинают с одной стороны соперничать он расслаивает классы что-то беднее кто-то богаче тоже там люди уже не хотят между собой как-то сообщаться и так далее ну то есть все-таки в этом плане ну Америка берется как пример некой разъединенности и не только разъединенности но еще и как бы культивирующей в каком-то смысле эту разъединенность мне кажется там есть какая-то объединенность но вокруг корпорации то есть я как часть команды это и вокруг корпорации там есть определенные лозунги что там вот этот вот про то что мы сделаем Америку великой да у них это официальный там лозунг и какие-то безусловно базовые идеи есть но все-таки есть какое-то ощущение что люди имея какую-то полную свободу ну в каком-то хотя бы юридическом плане и там экономическом плане имея какие-то средства все-таки Америка довольно богатая страна в сравнении с множеством других стран и у людей как бы уровень жизни позволяет им ну как-то существовать просто в режиме удовлетворения своих потребностей без каких-то там сильных стрессов по поводу того там что жительство не обустроено в базовом смысле там что нет жилья нет еды там и прочее то есть все-таки мы говорим про середину 90-х и она в Америке была совершенно не такая как в России середина 90-х то есть в России как раз-таки какой-то кризис после развала союза и 90-е ну в большинстве случаев были довольно бедными если там не удавалось людям как-то вырваться за счет там всяких нелегальных или там каких-то торгов там в общем короче какие-то в общем бизнесмены могли конечно подняться и шикарно поднялись но в целом у нас они были довольно бедными а в Америке нет тогда как раз-таки вот количество товаров услуг развлечений ну вот сравнение допустим с теми же наверное все-таки там 60-ми 70-ми возросло уже настолько что вот просто ты можешь как бы работать на какой-то условной работе получать достаточно денег чтобы вот нижних слоях пирамиды масла вообще не переживать но у тебя есть какой-то невроз потому что ты в целом вот отделен как раз-таки от общества что ты не не принадлежишь нему потому что как будто бы это невыгодно вот опять же этим там капиталистическим структурам и прочее и ты пытаешься эту дыру в себе чем-то занять и вот ты как раз-таки ищешь себе какие-то развлечения какие-то кусочками которые ты можешь делать алкоголь наркотики спорт ну вот любые какие-то вещи даже те которые списка то есть когда ты объединяешься там по интересам и прочее и это просто как-то более широко представленное ну это как бы такая ну довольно условная модель естественно я тоже говорю так ну буквально там штрихами то есть понятно что можно все тоньше описать но примерно так я это понимаю так и получается вот кто учит ваших американских детей выбирать святыню так про привязанность я хотела прочитать привязанности имеют великую серьезность выбирай привязанность умно то что ты желаешь воспеть трагической любовью есть привязанность выбранная без ума умереть за одного человека это сумасшествие люди меняются уходят умирают болеют они уходят лгут безумеют заболевают предают умирают а народ переживет тебя дело переживет тебя так выбирай с умом любовь к нации стране и народу она ширит сердце что-то большее чем я ты то что ты любишь нет кто учит ваших американских детей выбирать цветыню что им любить так чтобы не думать два раза на что ему степли отвечает что как ты вообще представляешь ты что садишься за грозбух и трезво рассчитываешь что любить типа всегда типа если просто берешь и любишь без разрешения на что ему марат отвечает что тогда ты фанатик страсти рад индивидуальных субъективных узких сантиментов я гражданин пустоты ты становишься гражданин пустоты ты сам по себе одинокий на коленях пред тобой и мы получается возвращаемся опять к фэлу и там у нас из интересного так сразу идет мысль вот такая параноидальная что значит ворочаны и нытики всего лишь делают то что от них ждут то есть тут у нас всплывает теория Хэла что их в этой академии ну их в смысле деток делают специально в некотором роде несчастными ну как бы что все настроено на то чтобы да они ощущали себя несчастными и при этом не помочь им как-то скомпенсировать это что как будто бы им в этом состоянии необходимо находиться и тогда они вот через это несчастье будут объединены вот он говорит про нескончаемое страдание которое он видит вот глядя на старших ребят которые уже там по 8-9 лет в этой академии то есть у него какой-то такой взгляд очень пессимистичный на весь этот процесс и говорится о том что как бы верхушка этого как будто вот выступления в этом карьерах шоу и по сути оно в представлении Хэлла является еще большим страданием вот именно там в чем конкретно страдание там вроде бы описано но я думаю что в целом понятно что большая часть всего этого процесса он как бы всегда он пишет что значит вижу впереди только усталость стресс нескончаемое страдание ради типа шанса стать профессионалом и дальше они смотрят кассету на которой записан какой-то известный в этом мире теннисист который монотонно выполняет одни и те же движения и они там смотрят в специальной комнате где они должны вот под такую условно говоря расслабляться и как-то отключать свою голову попытаться ощутить себя этим теннисистом и там дальше ну будет развиваться тема про тренировки что как они идут по какому принципу они идут до 14-15 лет примерно и по какому потом уже идут с более старшими ребятами но мы сейчас к этому вернемся перед этим просто там идет вопрос ради чего это все то есть они там рассуждают ребята вообще зачем почему эти люди тогда там вообще остаются если это сплошное страдание и там есть вот различные варианты ответов что ради непосредственно того чтобы участвовать в этом шоу и это значит как бы там слава почет там публичность поклонники ну то есть вот все то что может человеку соответственно обеспечивать медийность кто-то говорит ну возможно они там просто ради стипендий но оказывается что ради денег там буквально только два человека там могут быть то есть там в целом довольно богатые ну дети довольно богатых родителей и деньги их там ну вряд ли могут интересовать дальше там вот какие-то рассуждения что возможно это просто как некий ритуал ну то есть что они уже попали в такое состояние что-то вроде бы они страдают все это им уже как бы привычно и понятно это же опять же не хочется все это просто менять и вот в этих своих страданиях они обретают некое единство то есть вот чувство принадлежности к касте страдающих так сказать и как вариант у них вот в их споре ну вот есть этот вот один из вариантов про единство но его хел раскручивает до того что все-таки это не единство а именно ощущение одиночества и именно вот это ощущение одиночества их объединяет то есть потому что они все равно в этом соревновательном процессе там идет вопрос вообще а могут ли они дружить как это вообще возможно если они соперники и опять же там идет рассуждение тенниса является ли эта игра с партнером или с самим собой ну и все это приводит к мыслям вот про все-таки концепт этой последней главки про то что все-таки они введены через чувство одиночества то есть они такие в этом плане некоторые как бы отчепенцы и при этом все их страдания в некотором смысле сделано умышленно то есть и старшие вот все эти ректоры и директоры и прочие они организовали все так и даже вот эти вот кружки маленьких детей там же получается как они собираются с этими маленькими детками и маленькими детками детки им жалуются что они сильно устают потом наедине остаются эти взрослые там где-то в душевой или где-то там эти взрослые парни они также жалуются что они устают и что все это там плохо и тяжело и в общем у них прям такая между занятиями у них есть практика постоянно жаловаться и негодовать и они через это тоже в том числе объединяются там же еще был момент, что какие-то были телесные наказания, по-моему, да сейчас их уже нет, а раньше были у игроков телесные наказания ну, возможно возможно и такое было и вторая идея, то есть помимо того, что их объединяет вот это одиночество, страдание и как бы тоже объединяет и при этом делает ли их единым целым или все-таки они такая совокупность одиночества и они все равно друг другу недоступны для не эмоционального откликания, для коммуникации какой-то глубокой, ну, то есть это тоже открытый вопрос вот про эти сообщества, насколько там люди, ну, через что они объединяются и насколько они там, ну, могут быть неодинокими будучи постоянно физически неодинокими, ну, то есть они там у них, они спят в комнатах, где все время люди они все время с людьми у них нет, как бы, практически моментов одиночества такого физического но при этом при их максимальном физическом неодиночестве они, судя по всему большинство из них, по крайней мере, являются очень одинокими психологически я себе выделила предложение в конце как раз спича Хэлла про одиночество, где Хэлл сам удивлен, что по большей части действительно верит в свои слова об одиночестве и распланированные необходимости в мы так что у меня даже появилась теория, что возможно он просто при этом он все это время фоново думает только о том, как бы пойти наконец-то и покурить вот у меня появилась теория, что все это он рассказывал мальчишкам младшим потому что только для того, чтобы их поддержать и они там был до этого момент что кураторы не кураторы, а старшие получается преподаватели просят можно так сказать докладывать кураторов как раз и старших мальчишек о слабых звеньях вот возможно Хэлл хочет чтобы они никто из его подопечных не показался слабым звеном поэтому пытается как-то их таким образом сучить им эту теорию на которую можно опираться ну это какая-то грустная теория что можно рассказать маленьким детям что они будут очень одинокие как и все очень одинокие и что они с радостью будут на это опираться это какое-то еще более пессимистичное дело в мире этой академии а тут слава богу есть еще вторая составляющая которая тоже Хэлл как бы рассказывает ну или может не Хэлл я уже не помню конкретно в этом моменте про общего врага что они существуют там в таких каких-то тяжелых условиях для них психоэмоционально что они начинают думать а кто в этом виноват почему вот у нас например будет праздник взаимозависимости но нам там уроки сняли а тренировки не сняли хотя мы хотели отдохнуть праздник всего раз в год почему ага это вот там директор Дэвис там не разрешил значит вот он плохой он виноват а в том-то вот другом чем-то виноват Штит а где-то еще кто-то виноват из вот там трениров ректоров там и так далее и вот это ощущение что они ищут и находят каждый раз какого-то общего врага на которого и направляется ну какой-то внешний объект на который направляется и злость это тоже их объединяет и там прям ну как бы пассаж про то что нас общие враги всегда очень объединяют ну и с этим я думаю спорить вообще наверное абсолютно невозможно особенно в текущей ситуации то есть ну как бы как бы не знаю является ли это опять же какими-то противоположными точками или они ну никак не взаимосвязаны вот вопрос одиночества и общего врага тоже над этим можно поразмышлять вот при этом дальше там говорится что но страдание делает нас не такими одинокими то есть тоже возможно их объединяет одиночество но они страдают и через это чувствуются менее одинокими потому что видят что и все другие страдают и там вот практика вот этого некого нытья как бы она прям там как некий ритуал ну воссоздана то есть там есть возможность у этих детей постоянно плакаться на жизнь возможно это как бы ну снимает до какой-то степени стресс ну избавляет от него ну опять же то есть что сделали специально эти тренера ну то есть было ли это их задумка или нет или как-то так само получилось в общем на самом деле тоже вот интересно целая там социология и вот психология вот этого закрытого сообщества теннисной академии будем его наблюдать и стараться изучать так и дальше там все заканчивается на уже непосредственно рассуждениях обыгрывать теннис о том что в какой-то момент она организована так что ты в своем мастерстве доходишь до некоторого плата на котором ты можешь подтоптаться в какой-то момент ну то есть ты уже не растешь как игрок но потом в целом там в теории ты можешь и дальше расти как игрок потом опять вот некое плато и там потом ты опять растешь или не растешь или может наоборот ты условно говоря откатишься назад. И как будто бы там утверждается, что это в целом закономерные процессы для некого теннисного роста. И там указывается на три типа людей, какие бывают в отношении прохождения этого плато. Есть отчаянный тип. Это когда человек доходит до вот этого момента, когда он, условно говоря, топится на месте в своих навыках и прочем. И он начинает сильно из-за этого расстраиваться. У него какой-то где-то психологический раздрай. И в итоге теннис для него выливается в какую-то сплошную муку, потому что он очень сильно переживает эту неудачу. Это такой психотип, максимально зацикленный на неудаче. И это каким комом делает его еще более в плане тенниса неудачливым, в плане достижений. И он откатывается назад и вообще еще больше нервничает и так далее. Есть значит так сейчас где-то не дописала мне казалось, что дописала. отмечено. Так, первый там получается был отчаянный. Пока ты ищешь. Мне, кстати, понравились очень эти моменты. И в принципе их можно такая метафора не только к игрокам, вообще к людям в жизни в отчаянии впадать, кто-то это и очень круто написано вообще. Да, тут как бы тут понимаешь, сам теннис, он тоже идет как метафора жизни. То есть жизнь в том числе представлена во многом и через теннис. Поэтому как бы ну и тут очень много ну с разных сторон подходит к теннису. как философия тенниса описана, какие-то процессы там конкретные там психологические происходящие в теннисе и так далее. И это все да, можно соотносить с жизнью в принципе напрямую. Значит следующий тип после отчаянного это одержимый. То есть это когда человек условно говоря на волевых то есть он идет идет там своими вешенными тренировками и прочее доходит до этого плато и он как бы не останавливается он просто думает что значит я буду там пахать нескончаемо и рано или поздно я сдвинусь с этой мертвой точки. То есть у него хватает вроде бы воли и упорства и он вот чисто ну как бы вот действительно как бешеный одержимый вот все мчится и мчится и мчится но в итоге это доходит до какого-то полного истощения и он травматизируется и ну как бы даже может не столько психологически выиграть сколько уже физически он как бы ломается от такого непрекращающегося напряжения в нем когда он как бы не может уже не отдохнуть не может с этой мысли вообще сойти и ну просто убивает себя на тренировках вот как бы негармонично простроенной видимо системой тренировок и последний тип описанный как ну почему-то самый плохой это удовлетворенный это когда человек на таком ощущении некой расслабленности вот просто пытается значит повысить как-то свой уровень в итоге доходит до этого плато и находится на нем и ему там нормально у него нет ощущения что я вот обязан дальше обязательно расти типа я и так молодец мне тут хорошо и он на нем вот находится значит и этот получается прогресс его удовлетворяет и он не против задержаться на плато потому что ему там комфортно и он совсем не беспокоится по поводу того куда ему двигаться дальше и там получается что через время оказывается что он построил весь стиль игры так ну как бы он становится я насколько понимаю наиболее предсказуем для соперников и его уже становится людям соперникам легко обойти и он в какой-то момент в этом состоянии своей расслабленности и удовлетворенности просто оказывается в хвосте потому что он как будто бы не сильно стремился дальше ну и в итоге получается ну вот при этом он оказывается как тут написано значит что он говорит что пофиг говорит что он здесь ради самой игры и всегда улыбается но улыбка уже какая-то натянутая и пристыженная и он всегда улыбается и очень мил и к окружающим и рыбаха парень но при этом он не прогрессирует пока остальные прыгают на следующее плато и терпит все больше и больше поражений но по-прежнему доволен то есть такая вот интересная действительно метафора и на жизнь в том числе можно подумать но досудит кому себя с большей вероятностью соотнести но они никто из них не выглядят то что будет счастливыми позитивно никто из них не оценивается в итоге позитивно сейчас я просто найду как конкретно называется типология а это типология тех которые не выдерживают Джон говорит что типов которые не выдерживают и не вкладывают на терпеливом пути к мастерству по сути три то есть это именно те кто кого жизнь ударами своими сшивает с этого пути то есть есть все-таки кто-то кто имеет какие-то другие психологические качества и способности и не способен ну достичь каких-то высот ну то есть в данном случае наверное попасть в шоу но мы опять же как бы уже что-то дали тут читали про то что это счастье это особо людям не приносит но вот они по крайней мере в плане своего мастерства могут этого достичь а это типология тех кто его неудачник ну и по-другому может быть неудачники но там все равно тоже в другом месте где-то я не помню кто из мальчиков говорит ну вот я попаду в шоу и что то есть тоже нет как бы ясности как будто белка в колесе и по-моему сильно это по-моему там Хэлла говорит а нет нет по-моему другой какой-то мальчик но я сейчас не вспомню не за что ну у меня какие ключи там там у Хэлла который как это младший у Хэлла ну типа наставник Хэлла его вот этот младший который его ученик или кто он там как его по-моему он это и говорит нет ну я да но я не помню кто именно из его подопечных но точно кто-то из них если я правильно помню ну то есть видите тут в принципе дети уже с детства понимают что как будто бы особо ловить нечего никакое и правильно сказано что это у них уже как некий там вот ритуал автоматизм что они ну очевидно да что наверное там они и попали там где-то была сноска еще по-моему в первой норме что эти дети в целом туда попали не по своей воле а по воле родителей то есть они в какой-то вот такой ну в каком-то смысле безвыходной ситуации что они маленькие они ну не могут решать себя вот в полном праве то есть им как-то приходится просто к этой ситуации тяжелой адаптироваться а так они все себя ощущают несчастными ну то есть вот этих нескончаемых тренировок то есть они видите они тренируются они потом значит собираются расслабляются они тоже тем что смотрят тренировки они проводят эти собрания со старшими ну младших со старшими где они тоже обсуждают все эти проблемы и опять же тренировки и все беды этого процесса то есть они в этом стрессе либо непосредственных тренировок либо их обсуждений рефлексии и так далее находятся постоянно и то есть у них условно говоря жирается детство и ладно только это они еще физически там начинают страдать у них какая-то тотальная физическая усталость у них идет ну тренировочный процесс на изнеможение полнейшее потому что там как это описывается что до 14-15 примерно лет вот эти дети они процесс их образовательный построен так чтобы они нескончаемо повторяли определенные там удары упражнения какие-то самосвязки или как оно там называется в теннисе то есть это необходимо для того чтобы они базово причем помните они попадают на туалет 7 ну хелл попал с 7 может быть кто-то даже младше но как минимум с 7 до 14 лет они 7 лет нескончаемо делают практически одно и то же прям безумное количество времени это нужно чтобы там буквально прошить их голову чтобы они уже не думали о том что они делают чтобы это было просто на уровне безумных каких-то автоматизмов и только потом уже когда они подростки лет 14-15 иногда 16 их начинают уже тренировать на то как бы как развить какие-то наверное положительные черты их характера потому что там вот описано сейчас секунду так значит да и значит потом начинается хрень с концентрацией и характером тогда вас реально начинают гонять это критическое плато где важен характер фокус самосознание беспокойная башка кудахтающие голоса проблемы с дыханием страх против нестраха самопрезентация сомнения заминки маленькие вредные нервные человечки в голове которые кудахтают про страхи и сомнения бреши в ментальной броне все это начинает быть важным то есть начинают уже работать вот с этими штуками непосредственно какими-то психологическими и пытаются уже из них сделать вот не просто машины то есть они уже выработали их ну из них машин теннисных но теперь они должны сделать уже теннисными теннисными умами теннисными характерами теннисными шахматистами ну да можно сказать что они ну если вот условно это перевести наверное да наверное они до 14 лет занимаются теннисным боксом а после 14 лет занимаются теннисными шахматами да верно вот и заканчивается опять же на повторении там уже получается не Хелл а Стайс ведет двумя этажами ниже у своих деток урок где он как раз таки в принципе говорит тоже там те вещи которые мы сегодня обсуждали что он я так понимаю пересказывает он поклонник Штита и пересказывает своими словами его так скажем учение что необходимо найти в себе то о чем ты не подозревал и единственный способ пробраться вглубь себя это жертва страдания аскеза то что ты готов отдать чем ты должен пожертвовать с чем готов расстаться потому что как бы важна преданность чему-то большему чем ваше личное вот и ну вот да это слова самого Штита и где вот Стайс потом в конце говорит да я за старика стеклопластик жрать буду у них очень все прекрасные жертвы то есть один умирает два раза за свою любимую кто-то будет есть за любимого старика стеклопластик это нас отсылает к играм с пользованием почему-то такого интересного так ну и вроде бы мне кажется все более-менее если у кого-то что-то есть добавить интересного или какие-то есть вопросы то я слушаю да вроде бы очень хорошо все разложили сегодня много take home месседжей ну я надеюсь что да что более-менее понятно а Света ты по-моему с нами первый раз ой я слушала очень круто я вообще первую норму прочитала два раза потому что когда я начала тебя слушать я думаю блин что-то я многого не поняла перечитала потом я встала немножко а сейчас я нагнала правда конечно я сегодня прочитала уже так поперек но я прочитала она тоже избыточная если что и немножко занудная в этом плане то есть там главное представить вот сами эти образы этих ассасинов этих там игр в поцелуи и как-то просто понять вот саму энергетику этих игр еще условно говоря а так там ну много естественно именно читать может быть тяжеловато да не круто мне пока нравится в принципе книжка она идет у меня нормально то есть радугу я вообще не смогла никак воспринимать своим мозгом а здесь ну бывают зелудные моменты но в целом достаточно интересно и когда еще обсуждение то вообще огонь вот я рада что сегодня мы как-то прям совместно гораздо больше говорили больше старайтесь подмечать можете какие-то вопросы записывать можете заранее в чат можете где-то себе на листочке и в общем чем больше у нас будет вопросов чем больше мы будем чего-то исследовать тем мне кажется будет прикольнее поэтому всех вас по возможности кто может и хочет жду в следующий раз буду вас очень рада видеть а на сегодня мы тогда получается прощаемся всем спасибо большое кто был спасибо тебе Ксюш спасибо пока все пока